Глава 16. Львиный прыжок Александра. Он загадал, что время для броска наступит именно тогда, когда он мысленно прочтет все молитвы, которые только знал наизусть. Сначала от волнения принялся перебирать их в уме быстро и сбивчиво, но потом понял, что так не годится, сделал несколько глубоких вдохов и как можно размереннее начал заново. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. А тракир эти святы Терентий, видя, что Александр молится, встали к нему поближе, чтобы не пускать никого другого по не самым важным вопросам, и сами тоже стали осенять себя крестными знамениями, когда это делал Александр. С вороньего камня все было хорошо видно. Огромная немецкая свинья будто в густой мох зарылась мордой в наши ряды и там копалась. Сверкало оружие, раздавался скрежет, стук и треск, звуки труп и бой летавров, немецкое, чухонское и русское пение. Стая черных ворон поднялась со стороны Азалицы, покружилась над битвой и разлетелась по окрестным берегам ждать, когда все окончатся, когда на ледяной скатерти озера для них будет уготован кровавый пир. Александр продолжал молиться. Зоркий Радша, стоя неподалеку, называл ворлапы участвующих в битве немецких ретарий, и Ярославич невольно прислушивался. Братья фон Дерхиди, оба изгнанные нами из Пскова факты, а вон там, братья фон Пернаус лучшими чудскими бойцами. А теперь Кондрат схватился с Александром фон Товсом. Смотрите, смотрите, он сбил его, одного из храбрейших ретаров. Не могу поверить, что кто-то сумел одолеть Александра, нашего тезку, сказал ворлап, будто в русском войске все были Александрами. Если не ошибаюсь, продолжал Радша, там еще есть Александры, один из братьев Банау, Александр фон Дерпайде, один из братьев фон Ауци, тоже Александр. Поразительно много ретаров привел Андрес фон Вильвен. Дух захватывает, там чуть ли не треть всего ордена. На его месте, кабы я воевал против нашего славича, так и весь орден привел бы сюда, сказал ворлап, и Александра кольнула. Он назвал его славичем, как называл его только отрок Савва, оставленный умирать в узмени. Он ненадолго прервал молитвы и огляделся по сторонам, будто в надежде узреть Савву где-то поблизости, живым и здоровым. Но он увидел много других родных лиц, Радшу и Ворлапа, Ратисвета и Терентье, Забаву и Свеку, Шептуна и Шестька. Остров Городец и лежащие вокруг него покрытые войсками проливы шевелились и перетаптывались в нетерпении, щетинились копьями и знаменами, сверкали кольчугами и панцирями. Сколько хватало глаз, всюду были новгородцы и понизовцы, а ближе к острову Горушки расположились и жарцы ладожане, вот и корила. Всего здесь, в засаде, находилось более пяти тысяч воинов, готовых по условному знаку с вороньего камня двинуться и устремиться на врага. Александр вновь стал мысленно читать молитвы и смотреть на то, что происходит далеко слева от него, на льду Чудского озера. Зрение у него было не менее острое, чем у Радши, и, старательно приглядевшись, он мог увидеть и Гаврилу Алексича, и Мишу, и Грозного, и всех остальных вождей новгородских, принявших на себя главный удар тевтонских войск. Он видел, что все они пока еще держатся, зато немецкие еретари один за другим падали с коней своих, падали и их знамена. И когда знаемых им молитв осталось совсем мало, он увидел, как свинья стремительно стала входить в плоть нашего войска, безумно вваливаясь в уготованную ей западню. Теперь он отчетливо видел, что, если бы безупречный немецкий строй не поддался на уловку, не ринулся бы со своим натиском вглубь чела, а, слегка развернувшись, пошел на тверские и суздальские полки, исход сражения был бы поставлен под вопрос. Но сего не случилось. Обманутая нарочным отступлением русских, глупая свинья бросилась вперед. Еще немного, и она ударилась рылом о высокий берег озера, схваченный с обоих боков нашими войсками. «Не пора ли нам тенеты 129 набрасывать?» – прозвучал неподалеку голос Ярополка Забавы. Но Александр и без того видел, что пора. Слух промолвил последнюю молитву. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистоя Твоей Матере, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас». Он посмотрел в небо и увидел, что солнце готово ненадолго выглянуть в раскрывшуюся щель между серыми облаками, поднял руку, выждал несколько мгновений и громко воскликнул «Аминь». И тотчас громко запели Александровы трубачи и дудочники, застучали бубенщики ващагами под улумбасом 130. Высоко взвелось главный Александрова знамя – червленый стяг с золотым Владимирским львом, держащим в правой лапе крест. И как только раскрылось оно и затрепетало на ветру, яркий луч солнца брызнул из-за тяжелой тучи, озаряя окрестности и блистая в золоте льва, вышитого на стяге. И все, кто это увидел, разом воскликнули «С нами Бог! Господи, благослови! За землю русскую! Ай-я-а-а-а-а-о! Солнце!» И Александру нестерпимо захотелось прыгнуть на конец высоченного обрыва вороньего камня и полететь на лед озера соколом, пущенным на добычу. Но он резко повернул айра и поскакал по опасной тропе вниз, увлекая за собой витязей и оруженосцев, выхватив из ножен длинный меч и сверкая им на солнце. Долетев до основания скалы, он свернул направо и поскакал по льду озера, утоптанному войсками до сияющего блеска. Солнце, дав знак всему русскому войску к наступлению, вновь скрылось, уступив место хмурому утру, но теперь все равно казалось, что оно сияет, озаряя все пространство. Выезжая по длинной дуге, Александр вывел свою конницу к правому крылу войск, где уже выдвигались вперед полки Ванюши Тура, поднимая алые московские стяги со святым Георгием. Видя быстрый бег Александровой конницы, и они ускорились, чтобы от ними из первых ударить в бок свиньи. Дождь стрел снова посыпался с той и другой стороны, на сей раз нанося больше вреда, чем в самом начале сражения. Несколько этих пернатых истребительниц ласточками просвистели и возле Александра, от навонзилась ему в щит и там торчало в самом подножии изображенного на щите креста. Все же, обогнав ванюшиных москвичей, Александр и его всадники вместе с костромичами и ярославцами, коих вел ртищи, налетел на тевтонцев. Удар был такой сильный, что, несмотря на потери, русичи проломили бок свинье, ворвались ей в ребра. Свирепый ретарь, имеющий на вершине своего шлема прикрепленный человеческий череп, бросился с длинным топором на Александра. Князь вынужден был пригнуться, а боюдоострый топор просвистел в воздухе и отстрекая рукончик упругого уха. Тотчас выпрямившись, Александр принялся наносить ретарь удары мечом и первым делом раскрошил на голове его череп, оказавшийся настоящим. Лишь нижняя челюсть с зубами осталась прикрепленной к шлему. Больше он пока не мог повредить ретарю, мощный доспех врага не имел погрешности и трудно было пробить его мечом. Отразив щитом новый удар тевтонского топора, Александр продолжал искать, куда бы ужалить ретаря. Поединок затягивался, меч и топор звенели, ударяясь друг о друга. В какой-то миг лезвие топора достигло лица Александра, но лишь легко ударило в лобовину шлема. Но в следующее мгновение Александр сделал выпад вперед и, сам не веря такой удаче, вонзил жало меча прямо в узкую щель для глаз, отпрянул и тотчас увидел, как из щели брызнула кровь. Ретарь заревел и выронил топор, хватаясь обеими руками за свой шлем. Не теряя времени, Александр нанес новый удар, да такой мощный, что правая рука ретаря отлетела далеко в сторону, отсеченная по самое плечо. Тут уж тевтонский витязь повалился на бок и упал с коня. Теперь Александр мечтал сразиться с самим мастером Вильвеном. Радша, где Андреиш? Крикнул он, подскакав к бывшему тевтонцу. Я не вижу его, отвечал тот. Вероятнее всего, вице-мейстер где-то позади собственного войска, как и положено военачальнику, не желающему осиротить свои полки. Советую и князю Александру на время угомониться и поберечь силы для решающего поединка с Андреасом. Если, конечно, таковой состоится. Добро, согласился Александр, отъезжая с дружиной своей на некоторое расстояние от битвы. Но отсюда, в отличие от Вороньего камня, ему ничего не было видно, лишь спины, спины, спины. И только по хоругвим и знаменам можно было догадываться, что вон там, под знаменем с медведем, Ярославичи и Костромичи, а там, где реет белый стяг с алым оленем, святополк ласко ведет в бой нижегородцев, городчан и юрьевцев. А вон, Тверская Великая Хоругв с ликом спасителя в царской короне. Там, посадник Семен Михайлович, заменивший кербета, и там же должны быть Ловчий Яков и Роздай с полочинами, смоленские воеводы Кондрат и Лукоша. Айр протяжно и жалобно заржал, возможно, только теперь почуяв боль в покалеченном ухе. Не время, Фарек, жаловаться, когда кругом такое смертоубийство, сказал ему Александр, вставляя меч в ножны и беря урати светолук со стрелами. Он сделал несколько выстрелов в сторону задних рядов тефтонцев, там свинья еще не была окружена нашими воинами и виден был ее толстый железный зад. Вдруг движение спин перед Александром усилилось, и вскоре войска быстро пошли вперед, отодвигая зад свиньи на сторону. Ужель рассекли? Волновался Александр. Грудинку туда, а корока туда, засмеялся ротисвет. А через некоторое время и впрямь дошло известие. Подскакавший Таврила Алексич радостно доложил. Радуйся, княже. Твой брат Андрей вовремя с другого бока ударил. Рассекли мы свинью пополам. Голову и плечи окружили со всех сторон плотно. Много наших побито. Много, но немца, куда больше. Огорчися, княже. Кова. Ванюшу Тура убили. Воевода Роздай пал. У новгородцев Жидита погиб. Тур. Роздай. Жидита. Александр сглотнул горечь, надавил на сердце, принимая глубоко в душу боль утрат, осенил себя крестным знамением. Продолжайте отделять заднюю часть, догоните немцев Кузьмини. Там их встрянут души Саввы и Кирбета. Глава 17. Икону и огонь. Архиепископу Спиридону казалось, будто Александр не съехал со скалы по опасной тропинке, а спрыгнул с нее, пролетел по воздуху по дуге, приземлился на лед озера и дальше поскакал по льду. Таким стремительным был рывок светлого князя. Теперь Спиридон один остался на вороньем камне в окружении двоих своих спутников, монаха-молчальника Романа и священника Николая. Оба они в позапрошлом году были при Александре во время битвы со свиями на Неве. Оба и теперь притекли сюда, где на сей раз Александр бился с тевтонцами. Роман вот уже четвертый год хранил обет молчания, данное им во спасение Руси от нашествия иноплеменных. А отец Николай временно был лишен права служить в храме за кровопролитную драку, которую он учинил с одним маловерным в Новгороде год тому назад. Две противоположности стояли подле Спиридона. Справа – кипучий и неумолчный Николай. Слева – само смирение и кротость. Молчаливый Роман. «Благослови, владыка, мне тоже возометь меч и идти на подмогу войску нашему», – горел взором отец Николай. «Не благословляю», – спокойно отвечал ему архиепископ, продолжая внимательно смотреть на то, что происходило на льду. «Зрением он был не так остр, как князь Александр и его присны, но, и не отличая одного витязя от другого, а порой и русского от немца, он все равно мог судить, как развивается битва и кто в ней кого оборивает. И он видел, как после львиного прыжка Александра сильно ударили наши в левый бок немецкой свиньей и стали медленно поворачивать ее, одновременно рассекая надвое. «Гляньте, гляньте!» – не утихал отец Николай. «Они уже режут, режут кабана римского напополам. Спаси, Господи! Слава тебе, Иисусе Христе, Сыне Божий! Владыка, ты зришь, яка наша берет? Помолчи, ненаглядный! Прошу тебя!» – сердито отвечал Спиридон, хотя вместо ненаглядной собирался назвать Николая неугомонным. Но тот молчать не мог. «Прости, Владыка, умолкаю, молчу! И впрямь что-то меня разбирает! Но все молчу и молчу, и ни слова более не произнесу! Помоги мне, Царица Небесная, хранить такое же благое молчание, аки брат Роман! И что во мне и впрямь язык такой, словно ботала коровья, прости, Господи! Да уймешься ли ты? Вот ведь, как хорошо с Романом! Молчу, Владыка, молчу!» Спиридон тут понял хитрость отца Николая, стремящегося болтовней добиться того, чтобы архиепископ все же благословил его взять оружие и вступить в битву. И он стал стараться не обращать внимания на его бурные речи, дабы не потакать никаким ухищренеем. Он продолжал наблюдать за битвой, которая, кажется, неуклонно двигалась к торжеству русского воинства. Видно было, что немецкое блистательное построение рушится, падают их стяги, голова и плечи свиньи тонут, окруженные с двух сторон нашими воинами, а задняя часть уже начинает пятиться назад. И вдруг он увидел все это, как на иконе. Вмиг огромное и страшное зрелище убийства одних людей другими, распахнутое на несколько верств окружности, обрело совершенно иной вид. И он увидел отчетливую икону, в середине которой на золотисто-буланом своем айре скакал Александр, подобный Георгию Победоносцу, поражающему змею. Но только у ног коня не змея извивался, а огромный вепрь сокровавленный оскаленной мордой, ощерившийся длинными клоками, огненоглазый, покрытый черной, лоснящейся щетиной. И Александр поражал его сверкающим длинным мечом, вспарывал ему в бок, поворачивая и заставляя пятиться в предсмертном хрипе. А там, у задних ног черного вепря, уже раскалывался лед, чтобы сраженный зверь мог провалиться в преисподнюю, откуда и вышел, приняв свиной облик, подобно тем бесам, которые говорили Христу. Именам Легион, но Спаситель вогнал их в свиное стадо и сбросил в пропасть. Чудесное видение длилось недолго, и архиепископ тихонько застонал от досады, когда явленная его взору икона стала медленно, но неумолимо таять, вновь уступая место земному зрелищу. Спиридону стало страшно и помыслить о том, что, возможно, именно так, в образе этой иконы, видит происходящее здесь и сейчас Господь Бог. И ему, грешному архипастырю, в награду за его попечение дано было ненадолго посмотреть на битву глазами Бога. «Господи, прости меня, грешного!» Тихо прошептал он, многожда осеняя себя крестными знамениями, боясь впасть в грех гордыни. Роман и Николай, следом за архиепископом, тоже взялись осенять себя многочисленными крестными знамениями, видимо, решив, что Спиридон увидел решающий миг сражения и молится о скорейшей победе. И он понял их и действительно стал молиться о нашей победе. Потом медленно повернулся к Николаю и Роману, стоящим справа и слева за его спиной. «Что, владыка?» Вмиг загорелся отец Николай. «Благословляешь меня взять меч? Благослови, отче!» «Да нет же, не то!» Сердито топнул ногой архиепископ. «Икону и огонь!» «Теперь же отправляйтесь вниз, к обозу. Там возьмите икону Георгия Победоносца. И ты, Николай, понесешь ее вместо меча, о котором просишь. Еще возьмите лампаду и зажгите ее от благодатного огня, что горит в Александровой лампаде. Отыщите услуг княжьих. Ну, вы знаете, зажгите. И ты, Романе, понесешь ее. Она будет твоим оружием. Потом идите прямо по льду на другой берег, да старайтесь обходить стороной немцев. Потом тем берегом, держась подальше от врагов, спуститесь до Узмени и там вновь пересеките озеро. И тогда уже, нашим берегом, возвращайтесь сюда. Поспешайте, но будьте осторожны. Крестный ход. Возликовал отец Николай. Роман тоже так и светился радостью, что на такой подвид благословляет их владыка Спиридон. Видно было, как он едва сдерживается, чтоб не нарушить обет молчания. «Ступайте, дети мои, во имя Отца и Сына и Святого Духа». И архиепископ от всего сердца благословил их, сначала Романа, потом Николая. Первый, прикладываясь к благословенной руке архипастыря, проронил слезу. Второй облабазал руку горячими губами и оросил ее еще более горячими каплями слез своих. И покуда они оба спускались вниз с вороньего камня, Спиридон продолжал крестить их в спины, смущенный, что придумал такое, и сильно устрашенный, как бы не погибли. Но он также понимал, что не сам дошел до мысли, а мысль летос не зашла на него, и не должны погибнуть Роман и Николай в этом крестном ходе. Бог оградит их, сделает незримыми для врагов. А когда они скрылись за камнями, он вновь обратил взор свой туда, где шла битва. Солнце во второй раз за сегодняшнее утро выглянуло из-за туч. Близился полдень, становилось все теплее и теплее. Шел самый решительный час сражения на льду Чудского озера. Глава 18. Андрей Поспешный. Князь Андрей с тремя тысячами Понизовского войска стоял в запасном полку на далеком левом крыле. Полк его, в основном спрятанный за лесом, не должен был быть виден со стороны немцев. Лишь несколько отрядов общей численностью до 200 человек выдвинулись на лед, дабы немцы видели, что у нас есть левое крыло, но маленькое. Сам Андрей со своими отроками, а также с Суздальским воеводой Ратиславом и Муромским Мефодием находились на невысоком мысу, с которого нетрудно было наблюдать за тем, как развивается битва. Отсюда же вдалеке виднелась вершина Вороньего камня, на котором ожидалось поднятие Александрова знамени, и только тогда Андрей поведет свои полки в бой. А доселе приходилось мучиться долгим и томительным ожиданием и, чтобы не выслушивать благо глупостей Никиты Переязки, говорить что-то самому. В бою самое тяжелое – ожидание боя. Сам бой – радость, веселье. Бьешься, забывая о страхе, любуешься собственным бесстрашием. Время летит в бою незаметно, пролетает, как единый взмах меча. Чудесно. Но ожидание битвы – вот истинная мука. Стой вот сейчас и смотри, как они без тебя там радуют. В запасе стоять хуже некуда. Уж лучше в самом челе находиться и главный удар на себя взять. Ну уж это ты, княже, перегнул, усмехнулся Мефодий. Как ни крути, а в запасе стоя, больше уверен, что сегодня в живых останешься, чем когда в челе. Храбрись, не храбрись, а жить хочется. Я, к примеру, доволен, что Александр нас не в чело поставил. Да и я тоже, согласился Ратислав. Если честно, то и я, засмеялся Андрей. Все ж так велика свинья немецкая. Молвил отрок Евсташа. Так и чешутся руки в бок ей вдарить. Ага. Сказывают. Вступил все же в разговор Никита, будто они даже баб Влады одевают и ведут с собою. Это ты немцев с татарами перепутал, возразил князь Андрей и хотел было начать какую-то новую беседу, чтобы не дать воле Переязке, но не сообразил, о чем говорить, и Переязка взял верх. Прости, княже, но не перепутал я, а от надежного человека слышал, будто у них даже есть какой-то воевода, баба. С черными власами и темным ляком. И по имени барон фон Росселана, а родом из Никои и Скоти и страны. И войско у Росселаны сплошь из лютых баб состоит. Какие только есть на свете наилютейшие бабы, их туда собрали. А им безразлично, с кем воевать, лишь бы мужчин бить. Какие были женщины мужьями обижены, те в войско к Росселане и пошли. Вот как. И, сказывают, лучше им не попадаться, зубами рвут нашего брата на кусочки. Жена, коли злая, самый жестокий ретарь. Но ходят слухи, что мистер Андреиш опасается, как был Росселана, не стало вместо него мистером, и ради сего поставил ее на такое место, где бы она могла скорее всего погибнуть. Известно, какое у свиньи женское место, захохотал Ратислав. Не иначе как нам и достанется в то место лести, поддержал Ратислава Мефодий. Напрасно вы столь легко к сему относитесь, нахмурился Переязко. Баба в бою хуже самого храброго мужа. К примеру, коли вам сие неведомо, то на Святой горе Афоне вообще ничего женского не допускается. Как это? Спросил Мефодий со смехом. Да не слушайте вы его, воскликнул Андрей Ярославич. Абия начнет балаболить, только дай ему волюшку, не умолкнет до гробовой доски. Однако любопытно послушать про Афон, все скорее ожидание пройдет, сказал Ратислав. Так он же на Афоне был, что ли? Встрял Евсташа Туреня. Быть не был, но от афонских паломников зело наслышан, важно заявил Переязко. Так вот, они сказывают, прогоню тебя из своих отроков, ей-богу, прогоню. Они сказывают, что, первым делом, никаких ни жен, ни дев, ни старых, ни малюток на Афон не пускают, это раз. Мало того, вторым делом, никаких собак или кошек там тоже нет, одни коты и псы, это два. А также и всякий скот представлен токмо в мужском роде, это три. Не тебе коз, ни коров, ни овец, ни свиней, а одни козлы, баки, бараны и боровы. Коней много, а лошадей, ни одной, така же из птицы. Гусь есть, а гусы не не отыщите. Петух поет, а курица не квохчет. Селезень, вот летает, а утку, хоть голос сорвите, зовуще, не накличите. По-твоему, выходят скоты, звери и птицы, там тоже монастырские устав читали? С сердитой усмешкой спросил Евсташа, они, может, и не читали, а Господь Бог им по молитвам монашеским внушил сей устав, невозмутимо отвечал Никита. Мало того, вы не поверите, ибо все маловерны, но даже соловей поет в рощах афонских, а потом улетает прочь к своему гнезду, потому что соловьиха проживает отдельно, за пределами Афона. «Получается, что у нас тут как бы тоже Афон», — молвил Ратислав Бона, сколько мужей собралось, десятки тысяч одного мужеска пола. «Ежели не считать Россоланы с ее бабим войском», — усмехнулся Мефодий, про который Никитка соврал и дорого не взял, добавил гневно Андрей. «Довольно сего гор матушку слушать. И последняя битва. Отсели буду себе нового отрока искать. А ли я плохо служу?» — возмутился Никита. «Молкни». Топнул ногой князь. Долго стояло молчание, но от нестерпимости ожидания Ратислав снова с усмешкой обратился к переязке с вопросом. «А насекомые, скажем так, жуки там, на Афоне имеются, а жужелицы тоже через господа монастырскому уставу обучены и не объявляются?» «Не только жужелицы, но и мухи», — вмиг оживился Никита. «Мушины и мужья жужжат и летают, а мух нет. Комары гудят по вечерам, а чтобы комарица пищала, не услышишь. И сие есть величайшее в мире христианское чудо. Даже блохи». Но он не успел договорить про блох, ибо в сей миг случилось то, чего они тут столь томительно ждали не сколько часов к ряду. Вдалеке, на вершине Вороньего камня, вспыхнула золотая точка. Это сверкнул золотым своим шитьем Владимирский лев на алом знамени князя Александра Ярославича, которая, наконец, поднялась над Божьим миром. Тотчас же и солнце, внезапно выглянув из-за туч, озарило окрестности, будто и оно было послушно Александровой воле. А еще через несколько мгновений до слуха долетели призывные звуки труп и дуделок, грохот тулумбасов. Сердце князя Андрея бешено заколотилось, лицо вспыхнуло алым пламенем. Он повернулся к своим соратникам. Блохи, я тебе дам блохи. Настал наш час, братья. Не посрамим славы русской. Все пришло в долгожданное движение, все вскочили на коне и поскакали к своим полкам, выводить их на лед Чудского озера. Доселе зажатая пруга стремительно распрямлялась. И сейчас, когда князь Андрей уже скакал впереди своего войска в сторону врага, казалось диким и далеким то долгое ожидание боя, будто окончился тягостный сон и наступило бодрое веселое утро. Далеко оторвавшись от пешцев, конные от ряды, осопаемые стрелами, первыми ударили в правый бок свинье, вломились в дрогнувшие ряды немцев, вступили в яростную сечу. Видный ритарь в белом плаще, украшенном черными лапчатыми крестами, первым бросился навстречу князю Андрею, увидев в нем предводителя и явно радуясь близкой схватке. Огромная когтистая орлиная лапа, вылитая из красной меди, торчала из темени его шлема, и Андрей даже успел полюбоваться таким грозным воинским украшением, прежде чем нанести ритарю первый удар перначем. Отрак Никита бился неподалеку с оруженосцами того же ритаря и как-то очень быстро и умело расправился с ними, да еще крикнул при этом князю Андрею, уже не прогонишь мя теперь. И лишь после этого Андрею удалось пробить шлем, украшенный когтистой орлиной лапой, он тотчас перекинул пернач Евсташи, выхватил из ножен меч и добил важного Тевтонца, свалил его к ногам коня на забрызганной кровью, влажный и чавкающий под ногами и копытами лед. В следующее мгновение другой, более могущественный ритарь выдвинулся и, наскочив на Евсташу, мощным ударом огромной палицы выбил скромного Андреева отрока из седла. Шлем этого Тевтонца был украшен медной бланью с указующим перстом, и сей перст будто указывал «ты моя следующая жертва». И князь Андрей хотел было сразиться с этим мощным воином, но бой вокруг него столь загустел, что трудно было теперь затевать поединки. Подоспели пешцы, наперли сзади, и пошло сражение такое, в каком желаешь лишь одного, не задеть кого-либо из своих, ибо бьешь направо-налево, вперед и назад, всюду видя окрест себя врагов. Он успевал лишь выхватывать мгновение, вот упал указующий перст, вот мелькнуло под копытами мертвое тело Евсташи, лежащее в огромной кровавой луже, вот еще один красавец ритарь бросился на Андрея, желая забрать его жизнь. У этого шлем был столь искусно изукрашен, что Андрей даже успел пожалеть о том, что нет времени полюбоваться замечательным искусством оружейника шлемодела. Некая летящая медная дева с мечом в руке бежала по шлему тевтонца, едва касаясь его своей босой ножкой. И жаль было, когда чья-то тяжелая дубина, будто муху, смахнула эту изящную деву со шлема ритаря, а потом и самого прекрасного шлемоносца вышибли из седла, пронзили, искололи и затоптали. Сражение продолжалось. Оно было долгим, а проносилось как единый миг. И то, что казалось тяжелым и нескончаемым, вдруг оканчивалось, и вот уже Андрей с восторгом видел, как широким потоком русские войска разделили свинью надвое, поглощая голову и плечи, окружив их и истребляя, а широкую заднюю часть медленно отодвигая и поворачивая в сторону усмени. Все сбывалось по замыслу Александра. Что, княже, крикнул Ратислав, пора нам теперь к женскому месту свиньи пробираться. И захохотал, но в тот же миг короткое копье, весьма удачно брошенное врагом, пронзило ему обнажившееся горло, кровь брызнула и заклокотала, и прекрасный суздальский воевода, который еще совсем недавно спрашивал про насекомых и так великолепно сказал, что у нас здесь свой Афон, теперь мешком свалился с коня, освобождая душу. И душа Ратислава так горячо пронеслась перед Андреем, что князь успел почувствовать ее дыхание, будто порывом теплого весеннего ветра обдало его. Ну держись, папская рать! В бешенстве воскликнул князь Андрей и с удвоенной силой принялся за дело. Конь под ним пал, но он успел перескочить на другую лошадь, только что освободившуюся от убитого всадника. Сражение поворачивалось, и если поначалу, когда только ударили немцам в правый бок, впереди пред Андреем была полуночная сторона, то потом он развернулся на запад, а теперь уже и вовсе двигался лицом на полдень, медленно отталкивая немецкое войско в сторону теплого озера Кузмини. Все знали о мечте Александра повторить то, что они с отцом сделали на Амавже, провалить тяжелых тефтонских ретарий под лед. И всем, включая Андрея, хотелось, чтобы мечта Александра сбылась. Глава 19. Ледовая песня. Петер Дюсбургский по прозвищу Люстифлос читал себя Шпильманом, бродячим певцом, хотя у него была четко прописанная должность, хронист ордена дома Святой Марии Тевтонской. В юности Петеру посчастливилось познакомиться с великим поэтом, самим Вальтером фон Фагильвейде, и даже взять у него несколько уроков стихосложения. С возрастом Петер понял, что больше всего ему нравится писать о рыцарях, о войне, о храбрости и бесстрашии, о кровавых битвах. Он прибился к ордену, прижился в нем, и, хотя рыцари презирали поэтов, они мирились с тем, что кто-то додолжен описывать для потомков их подвиги. Петеру была поручена хроника, но он сочинял и песни, одна из которых пользовалась таким большим успехом, что постепенно забылось, кто ее сочинитель, говорили народные. Там были такие слова, когда тевтонцы поют, стало быть, они в поход идут, когда они пьют крепкое вино, в утробе у них исчезает дно. Бывало, начнут где-нибудь распевать эту бравую песню, а Петер потом непременно спросит, а кто сочинил слова, народ обязательно скажут ему, не народ, а я. А ты что, не народ, и ты народ, Петер, пей да радуйся. И он сочинил другую песню, которая тоже полюбила с тевтонцем. Пейте, пейте, братцы, пейте, ни о чем вы не жалейте. Пусть печаль ваше дома сидит, а здесь пусть кружка об кружку звенит. Он ходил в походы, и во время сражения любил побывать во всех его местах, все увидеть своими глазами, за что его и прозвали Люстифло, веселая блоха. В утро ледового сражения он проснулся рано, при исполненной вдохновении и радости от ожидаемой победы над русскими дикарями. Он давно уже привык сочинять на ходу, сначала в уме, а потом только переносить все на пергамент, отточенные и обкатанные в мозгу. И он не мог сдерживать улыбку, когда ехал верхом на белопегом коньке неподалеку от вице-мейстера Андреаса. Рядом с Вильвеном двигался на вороном коне некто барон Рослин, темнолики и черноволосый гость ордена. О нем говорили многое, будто он сказочно богат, будто он возглавляет некий таинственный и могущественный орден, и даже будто он женщина. Справа от Андреаса ехал епископ Герман, брат вице-мейстера Иоганн, и другой Иоганн, Фон Акин, с пышным плюмажем на шлеме. А там впереди гремело, вышагивая, огромное орденское воинство, столь тяжелое, что оставалось лишь диву даваться, как это не проваливается под ним лед озера Пипус. И Петер уже обкатывал в уме образы. Лед под ногами у них стонал и трещал. Ледяная поверхность трещала. Но сама Святая Мария снизу из-под вода держала. Провалиться под лед не давала. На вице-мейстере Мантия, как огонь, трепетала. Как белый огонь трепетала. Пока мест были открыты, забрала. Проехав какое-то время в свите вице-мейстера, Люстифло не выдержал и поскакал вперед по правому боку от железной свиньи, но не успел он далеко отъехать, как раздался страшный удар и грохот, означавший, что немецкое войско сошлось с русским. Тотчас вспыхнул новый поэтический образ. Треск и удар был такой, что казалось, лед на озере двинулся с грохотом. Сшиблись два войска, и вот, будто пошел ледоход. Грохот такой нестерпимый поднялся, словно бы лед на озере весь поломался. Он приблизился к месту сшибки, и две стрелы одна за другой просвистели прямо возле его лица. Русские обильно обстреливали немцев из луков. Мысли, оперенные образами, как стрелы, свистели в голове у Петера из Дюсбурга. И, словно пчелы над ульями, русские стрелы свистели, но запугать они рыцарей так до конца не сумели. Рыцари-братья русских стрелков под себя подмяли, копытами их та-та-та-та-та-та потоптали. Лед под ногами войск стонал и шатался, быстро из белого в красный от крови он превращался. Следующий образ так обрадовал сочинителя, что он весело захохотал. Надо было только превратить его в стихи. Значит, так, как на свадебном пиру, завтрак быстро переходит в обед, а обед в ужин, так же проходила эта битва, быстро, стремительно и весело. Недалеко было от завтрака до обеда, а за ужином уже ожидала победа. Что-то в этом роде. Так-так, хороший образ, надо будет его как следует развернуть. Ледяная свадьба. Ледовая песня жениха. Жених, вице-мейстер Андреас. Невеста, сама святая Мария Тевтонская. Подарок ей, победа над русскими варварами. Свадьбу играет епископ Герман. Надо ли вот вписывать туда эту темную лошадку, барона Расслина? Пока не буду, а если потом скажут вписать, впишу. Итак, что там получается? Голова его полала, он то отъезжал в сторону, то пытался пробиться туда, где гремело оружие и ревели глотки дерущихся. Рваные строки летали вокруг него, шелестя крыльями и издавая хищный орлиный клекот, но никак не хотели ложиться в гордый и благородный размер. Вырвались из рук, клевали его в затылок и в щеки, кричали и царапались. Лопнула с треском оборона русских, как скорлупа ореха. Стало тра-та-та-та, тра-та-та-та не до смеха. Доблестный Клин Тевтонский в русское войско проник. Час победы настал тра-та-та-та-сладостный миг. Весь охваченный переплавкой происходящего в образы и строки люстифло почти сам не заметил, как конь под ним пал. Неведомо, кем и как убитый. Просто вот Петер сидит в седле, а вот он вдруг заметил, что ходит своими ногами, а белопегая бездоханная туша лежит неподалеку. Люди и кони лежали на льду повсеместно. Кровью дымясь от души взлетали от них бестелесно. В круговороте сражение иной мог и не заметить, что давно уж убит. А какая же риф мог заметить? В буре сражение иной мог и не понять, что давно уж успел добычей у смерти он стать. Без коня Петеру даже легче оказалось перебегать с места на место и уклоняться от возможных ударов. Впрочем, на него и так мало кто обращал внимания, разве что только стрелы, коим безразлично было кого жалить, воина или Шпильмана. Илюстифло, полностью оправдывая свое прозвище, мелькал то там, то сям, его чуть было не утянуло вместе с головой и плечами свинья в глубокую русскую западню, потом он очутился в самой середине немецкого войска, в самой гуще пеших кнехтов, где лишь несколько рыцарей были на конях. Здесь Петер пережил удар, который прошился по всему войску мощной волной. В тревоге он ожидал объяснения, и оно вскоре последовало. Оказалось, князь Александр находился не с основным войском, а наскочил с левого крыла и ударил своей конницей, проломив железные ряды. Потом точно такой же удар воспоследовал справа. Оказалось, что и оттуда наскочили русские. Что же это? С недоумением обращался Шпильман к окружающим его кнехтам и рыцарям. Я думал, мы уже победили. До него никому не было дела, лишь Томас фон Гроб грубо крикнул ему. Проваливай отсюда, Люстифло. Здесь тебе не место. И Петер послушался. Его одолел страх, который передался ему от фон Гроба. Страх гнал его сквозь смыкающиеся ряды кнехтов, а грохот и треск внутри свиньи усиливался. Оглянувшись, хронист Ордена успел увидеть, как раскалывается надвое шлем Томаса фон Гроба и янтарно-желтый мозг молодого рыцаря выскакивает наружу. Это могло означать лишь одно, что русские пробились уже в самую середину Тевтонского войска, разрезая его пополам. Видно мне было, как рассекаются шлемы, как рассекаются мощные, крепкие шлемы. С хрустом ломаются, как бы то ни было, шлемы. Мозг вылетает сквозь распотрошенные шлемы, заело в голове у Шпильмана. Страх и ужас одолели его столь сильно, что он уже едва мог что-либо соображать. А уж со стихами и вовсе было худо. Он ненадолго прижался к бронированной ноге Генриха фон Нимма, но и того сразил мощный молот русского рыцаря, выскочившего словно из-под льда, и фон Нимм рухнул прямо на пятера, так что тот едва успел увернуться и лишь сильно ушиб плечо отяжеленные доспехи Генриха. Весь забрызганный кровью, с выпученными глазами Илюстифло нырял под брюхами коней, протискивался сквозь ряды кнехтов, проскальзывал у кого-то под ногами, стремясь поскорее уйти оттуда, где гибнет доблестное тевтонское воинство. Его чуть было не раз топтал Себастьян фон Лильвард, который яростно продирался сквозь строй, чтобы принять участие в схватке. Но постепенно Петер очутился в заднем правом окороке свиньи, где стояли братья фон Бранау, Гюнтер фон Маронг и Эрген фон Вайненде. Здесь пока еще было спокойно, Илюстифло обратился с вопросом к фон Маронгу. Что происходит? Боюсь, нам крышка. Дико осклабился в ответ Гюнтер. Они побеждают. Пауль фон Рагг двинул вперед свои эстонские полки, но едва ли трусливые эсты способны на что-либо, кроме ловли рыбы. Пожалуй, нам скоро следует подумать о том, как бы унести ноги. Услышав такое, Шпильман поспешил расстаться с фон Маронгом и стал пробовать окончательно выбраться из смертельно раненой свиньи. И ему почти удалось это, но вдруг он вновь оказался в гуще войска, но теперь уже войска бегущего, пятящегося, топчущего самого себя. Обезумев, люди готовы были колоть и бить друг друга, лишь бы поскорее унести себя отсюда. Оказалось, что эстонцы фон Рагга, едва вступив в сражение, и впрямь дрогнули, побежали, окончательно разрушили немецкий строй и, отколов от него значительную часть, тащили немцев теперь куда-то в бок и назад, к берегу, в сторону узкого пролива между верхним и нижним пипусом. С ужасом Люстифло вспомнил слова вице-метера о том, что там, самое опасное место, там можно провалиться под лед. Но толпа волокла его за собой, и он ничего не мог с этим поделать, разве что только постараться выскочить поперед бегущей толпы, ибо на нем не было тяжелых доспехов, лишь легкая кольчушка, и он мог успеть проскочить впереди всех до того, как они провалятся. Дрогнули и стыд, только бы лед не треснул в ужасе, немцы бежали льдины под ними, трещали храбрые в наступление, жалкие в отступление им бы всем сбросить доспехи, но времени нет на доспехи, стучало в мозгу у хрониста. Рифмы рождались сами собой, вились, как мошкара, гасли и осыпались. И он, наконец, выбрался из общего строя и бежал впереди всех. Оглянувшись, он мельком заметил, что среди бегущих и оба брата фон Бранау, и фон Маронг, и фон Вайненеде, и даже Вильгельм фон Скрунт, который, помнится, был почти в самой середине свиного зада, около датчан. С мыслью одною, дойти бы до твердого брига. Очень хотелось бы отдыха и ночлега, лишь бы уйти живым, живым, живым. Хочется жить, очень хочется быть живым. Впереди он увидел берег, а на берегу стояли люди, и эти люди что-то кричали, размахивая руками, а между людьми на берегу и бегущим немецким войском по льду шли русские монахи, спеша куда-то, дикость какая-то, или это уже потустороннее видение. Вот монахи встали, обратились лицом к Петеру. У Отного в руках была икона, у другого — зажженная лампада. Конечно, это видение. Расстояние между ними стремительно сокращалось, а сзади уже слышался топот коней, на которых с поля битвы улепетывали храбрые рыцари ордена дома Святой Марии Тевтонской. И вдруг, коррорак, чудовищный треск, хруст, стон огласил окрестности, и, оглянувшись, Люстифло увидел, как бегущее за ним следом воинство проваливается под лед озера Пипус. Крушение льда мгновенно добралось до ног Шпильмана, и он не успел отпрянуть, в следующий же миг очутился в ледяной воде. От неожиданности и внезапного мокрого холода зашлось дыхание. Вот как закончился этот свадебный ужин. Незачем утопленнику бояться, что окажется он простужен, весело и глупо мелькнуло в голове сочинителя. Даже легкая кольчуга потянула его на дно, и он с величайшим трудом, любя жизнь, все же выбрался резкими ровками на поверхность воды, хотел заорать, но не мог даже вдохнуть, такой мощной судорогой свело ему легкие. В глазах все стало сначала ярко-голубым, потом синим, потом лиловым. Он подобрался к краю льдины, схватился за ледяной обрыв, и с последних сил стал подтягиваться. Смерть приходит вот так, станет тихо вот так, и вот так, вот так. Кто-то подхватил его под локти и стал тащить из воды на лед. Он глянул и увидел двух русских монахов. Глава 20. Благодатный огонь. По благословению архиепископа Спиридона, молчальник, монах Роман и священник Николай шли вокруг битвы с крестным ходом. Впереди шел Николай, неся перед собою старинный образ святого Георгия Победоносца. Роман двигался за ним следом, стараясь глядеть только на огонек лампады, чтобы, не дай бог, внезапный порыв ветра не загасил ее. Но никакого ветра, слава богу, не было. Так только, легкие ветерки гуляли над Чудским озером в этот час позднего утра, приближающегося к полудню. Сей храбрый и на редкость малочисленный крестный ход двигался по следу Александровой конницы, только что ударившей немецкому войску в бок. Но в какой-то миг Роман сообразил, что Николай может увлечься и по следу Александра дойти до самой битвы. Он дернул его сзади за легкий тулупчик, надетый поверх подрясника, и направил в сторону от места сражения. «И то верно», — сказал Николай, поворачивая. «Спиридон-то велел нам стороной все обойти. Только вот одно плохо, владыка не сказал, что нам петь нужно при нашей ходьбе, псалмы или что иное. Как ты думаешь, Романя? Молчишь? Ну ты, вероятно, в душе поешь. А мне что петь? В воскресенье Христово видевши, рано, Пасха еще не скоро. А вот что я буду? Спаси, Господи, люди твоя!» Правильно, она же о победе. Он оглянулся на Романа, и Роман кивнул ему. Взбодрившись, отец Николай запел густым голосом. «Спаси, Господи, люди твоя! И благослови достояние твое! Победы православным христианам! На сопротивные даруя! И твое сохраняя! Крестом твоим жительство!» Монаху Роману стало тепло на душе от голоса Николая. Он боялся, что тот от волнения снова будет говорить без умолку, как там, на Вороньем камне. И Роман стал мысленно подпевать впереди идущему спутнику своему. С детства он любил петь. Знал все народные песни и сказания, но больше всего ему нравилось песнопение церковное. Став монахом и получив новое монашеское имя от Романа «Сладкопевца», он в том углядел для себя предзнаменование. Однажды тайком произвел он на свет кондак 131 собственного сочинения, который показался ему столь совершенным, что Роман стал особенно благодарить небесного своего покровителя, зачинателя кондаков. Так он насочинял множество кондаков на всякие праздники, и все они казались ему прекрасными, а сам себе он уже казался новым сладкопевцем и лишь ждал часа, когда можно будет выказать свое дарование. Но в то же время без гордыни стал все больше и больше обуревать его. Постепенно сделался Роман нетерпимым к людям, замечал в каждом грехе его и всякую малую погрешность возводил в чин смертного греха. Даже о некоторых иерархах иной раз мог свое суждение иметь, и суждения не самые лицеприятные. Но и себя на исповедях не жалел Роман, принявший сан монаха. Однажды, исповедуясь отцу-настоятелю, он произнес следующие слова. «Неистого многогреша нас, владыка, несть конца неправде под моим ангельским одеянием». «Эх, постой-ка», — перебил его настоятель. «Не перегнул ли ты полку?» «Брат Роман, коли у тебя под ангельским одеянием сплошная неправда, то как же ты можешь носить сей образ на себе?» «Тут дело далеко зашло. Слышал я о тебе, что ты кондаки сочиняешь и даже тайно кое-кому дерзаешь петь их, собирая вокруг себя восторженных почитателей. А ну спой мне наилучшие из них». Роман смутился, но спел свой собственный кондак, посвященный Рождеству Христову. «Вот он мой миг», — думалось ему, ибо ведь и Роман-сладкопевец впервые прославился своим рождественским кондаком. Но вдруг он увидел весьма строгое выражение на лице настоятеля и внезапно осознал, насколько кондак Романа-сладкопевца лучше, нежели сей, только что спетый. Долго молчал настоятель. Роман все ждал и ждал слов от него, а он все молчал и молчал, молчал и молчал. Отрад взяла Романа. Он догадался, что значит сие скорбное молчание. Догадался и спросил. «И сколько молчать мне заповедуешь?» «До тех пор, пока не осознаешь заблуждений своих», — вмиг просветлев лицом, — сказал настоятель. «До тех пор, покуда само из тебя не прорвется слово человеческое. Одним могу тебя утешить, глядишь, после благого молчания твоего и впрямь научишься сладостные кондаки и прочее песнопения сочинять». Так и случилось, что более двух лет тому назад монах Роман принял обет благого молчания. Молчальником он на него вместе с Александром и отцом Николаем ходил. И был миг, когда показалось ему там, что готово прорваться его молчание. Ратмир, любимейший певец князя Александра и всего народа, пал в битве, и никто не мог утешиться, оплакивая эту гибель. Что-то подсказывало Роману. «Прерви молчание, спой и утеши Александра». Но что-то издерживало его. «Нет, рано и года не прошло, как ты молчишь, разве бывают столь кратковременные послушания? Терпи, и воздастся тебе еще больше». Так он мучился тогда, но не прервал молчание. И вот теперь Роман шел след в след за отцом Николаем, нес лампадку, на которой горел огонек, зажженный от благодатного огня, сходящего в Иерусалимском храме воскресения Христова в субботу перед Пасхой, и волнение распирало его. Неужто теперь, через два молчаливых года, за которые ни словечко не было им промолвлено, суждено ему прервать обет? Он думал так потому, что чувствовал, как пение рождает вся в душе, как распирает оно его легкие, готовые вот-вот вырваться наружу. Но пока мест он лишь мысленно подпевал отцу Николаю, они перешли все озера и ступили на берег. Снег влажно хрупал под ногами, становилось все теплее и теплее. С берега еще раз посмотрели на сражение. Видно было, что немецкую свинью упорно делят надвое, но хватит ли сил добить, довалить ее? Помогай, Боже! Перекрестился отец Николай и двинулся дальше по берегу, отходя от озера, дабы хвостовые немецкие заставы не заметили их. Он и петь теперь стал совсем тихо, боясь, что их услышат. А Роману все больше и больше хотелось поднять голову к небесам и запеть во всю силу своих отяжелевших легких. Он вдруг отчетливо увидел несовершенство своих прежде сочиненных песнопений, их затянутость, от которой создавалась заунывность. Как мог он дерзать сравнивать себя с Романом-сладкопевцем? Теперь это не укладывалось в его голове, и горячая благодарность к отцу-настоятелю, направившему его на путь истинный, заливала грудь монаха-молчальника. Они с отцом Николаем шли по лесу, вспученному болотными кочками, и идти было нелегко, а главное — страшно, что споткнешься, упадешь и погасишь благодатный огонь. То там, то сям вдалеке виднелись немецкие заставы, но Бог миловал, и они миновали их благополучно. Под снегом было сыро, и ноги Романа, обутые в легкие монашеские коллеги, 132 быстро намокли. Но он старался не замечать этого, думая только о цели крестного хода. Наконец он и отец Николай, обойдя стороной все береговое расположение войск ордена, стали выходить к озеру, а когда вышли, глазам их предстала совсем иная картина, нежели та, которую они могли наблюдать со стороны, еще только отправляясь в свой крестный ход. На льду озера творилось уже нечто совсем беспорядочное, битва шла всюду, воинские построения распались на множество кусков. Трудно было сказать, кто кого одолевает, но отец Николай твердо заявил, судя по всему, наши берет. Они осторожно сошли с берега и снова ступили на лед озера, а десную от себя они увидели чуть поодаль дамы и крыши большого села Узмини, а возле самого берега, множество народу, жителей этого села, собравшихся, чтобы поглазеть на происходящее. Отец Николай, повернувшись к ним, высоко поднял над собой икону и сначала потряс ею. «С нами Бог!» — крикнул он громко. «С нами Бог!» — закричали ему в ответ узменцы, вскидывая вверх руки. Отец Николай иконой осенил их крестно, и они в ответ все по нескольку раз перекрестились, радуясь столь верному знаку. После этого монах Роман и отец Николай двинулись дальше, но тут слева от себя они увидели зрелище, заставившее их содрогнуться. Огромная лавина немцев, отделившись от общего месива битвы, катилась в их сторону. Прикинув расстояние, Роман сразу понял, что вряд ли они успеют добежать до другого берега прежде, чем сия лавина докатится до них. Но все же они с отцом Николаем прибавили шагу и почти побежали, насколько это было возможно, чтобы не расплескать лампаду и не загасить священное пламя. «Не успеем!» — горестно воскликнул отец Николай, когда, пробежав сотню шагов, они увидели, что немцы уже совсем близко. Уж видны были их озлопленные, обезумевшие лица, казалось даже, слышно их учащенное, пылкое дыхание. Остановившись, отец Николай и монах Роман встали лицом к надвигающейся к ним толпе врагов и замерли. Отец Николай вознес над собой икону со святым Георгием Победоносцем и воскликнул громко «Да воскреснет Бог!» и «Да расточаться в разе его!» А Роман застыл, протягивая в сторону немцев лампаду с благодатным огнем. Он понимал, что, возможно, именно теперь наступил тот миг, когда ему следует отрешиться от благого молчания и тоже крикнуть что-либо, но в то же время он, оказывается, так привык безмолвствовать, что ему гораздо легче было и кричать безмолвно. И он, не открывая рта, всем существам своим неслышно прокричал «Анафема на вас! Сгиньте! Провалитесь!» И священный ужас объял все его существа в следующий же миг, когда раздался оглушительный грохот и осатаневшая толпа немцев разом стала проваливать вся под лед Чудского озера, в черную воду преиспод ней. Глыбы льда взметались вверх и тотчас, как огромные крышки, погребали под собой провалившихся тефтанцев, тяжелые доспехи которых мгновенно утягивали их на дно. Там, вдалеке, где лед не проломился, чухна и немцы продолжали сыпаться в образовавшуюся величайшую прорубь, не в силах сразу остановиться, подпираемые бегущими сзади. Иные, по сторонам от огромной полыньи, разбегались в смертельном ужасе, побросав щиты и оружие, сбрасывая с себя на бегу шлемы и доспехи. Одни из них бежали прямо к русским войскам, чтобы у них обрести смерть или плен. Другим посчастливилось больше, они устремились к западному берегу озера, где еще можно было надеяться на спасение. «А-а-а!» — кричали за спиной у Романа и Николая узменцы. «А-а-а-а!» — хо-хо! Восторженным медведем ревел отец Николай. И тут монах Роман не выдержал и открыл рот, чтобы красиво его весь голос воспеть происшедшее. «Благословен Бог наш!» — всегда, ныне и пресно и во веки веков. «Ам-эм-эм-минь!» — низким голосом подхватил отец Николай. Солнце вынырнуло из-за ледяных небесных глыб и озарило ярким золотым сиянием величественную картину окончания ледового побоища. «Спаси, Господи, раба твоего, благоверного князя Александра и дождь, Господи, ему здравие духовного и телесного и мирное твоя и примирное благая!» Продолжал с неизведанным доселе наслаждением петь монах Роман. «В сей миг из ледяного крошева в нескольких шагах от Николая и Романа вылезли чьи-то руки, а следом за руками высунулась из черной воды мокрая голова с белым и жалобным лицом. Не сговариваясь, отец Николай и монах Роман первый бережно положил на лед икону, а второй поставил лампаду, ринулись на помощь, подхватили немца под локти и стали тянуть, не думая о том, что и сами могут провалиться, если лед под ними подломится. И вытянули его, и потащили волоком подальше от губительной проруби, спасли дурака такого. Ичбин. Ичбин, стуча зубами, блекокотал немец. Ичбин Кингригор. Икбинайм Спилмен 133. Шпильман, значит, усмехнулся отец Николай, ну, будем знакомы, а я Николай, а он, Роман, помни спасателей своих, дурья твоя башка, и чего ты в своей Дудешландии не сидел. Шпильман, я, Спилмен. Ичбинайм Дудешин Спилмен 1. Продолжал стучать зубами и трястись всем своим мокрым существом спасенный немец. К ним подбежали узменцы, и монах Роман, искренне сожалея о том, что окончилось его благое молчание и что вновь надо осваивать человеческую речь, сказал. Этого Шпильмана сберегите, подарите его князю Александру. Пожалуй, он единственный, кто спасся, провалившись в сию великую и священную прорубь. Он поднялся льда лампаду и пошел дальше в сторону восточного берега озера. Отец Николай взял икону и на некотором расстоянии последовал за ним. Куда вы, ведь тоже провалитесь? Кричали им жители узмени. Мы не провалимся, весело ответил им отец Николай. С нами крестная сила. Глава 21. Орать. Мишка давно уже коченел, топчась на берегу озера с самого утра и до полудня, но уйти в домашнее тепло в то время как там, на льду озера, продолжается великая битва, такого бы он себе не простил до самой смерти. Чтобы согреться, они с ребятами время от времени брались кататься с ледяной горки, раскатанной тут еще с самого начала зимы. Съедешь вниз на озеро, оттуда совсем плохо видно, что там творится у наших с немцами. Быстренько бежишь опять наверх и оттуда смотришь, смотришь, смотришь. Хотя и все равно трудно понять, кто кого одолевает. Звуки долетали страшные удары, скрежет, конское ржание, звон, крики, возгласы труп и бубенный бой. Если б можно было бы поближе подойти, глядишь, и понятнее бы стало происходящее. Людей на берегу собралось со всей узмени, и старый млад высыпали сюда поглядеть на великое событие. Но и взрослым непонятно было, что же там происходит, кто кого одолевает. Иной раз вскрикнет кто-нибудь, кажись, наша берет, и хочется заорать от счастья. А потом, тишина, сражение там, вдалеке, продолжает копошиться и ворочаться, будто пчелы выли. Пойди разберись, какие там у пчел взаимоотношения. Нет, зело много немца, не одолеют наши, скажет потом еще кто-либо. И вот начинаешь с тоской оклядываться по сторонам, так ли и остальные считают. Да разве можно опять победить немцу проклятому? Мишке-то как еще раз пережить такое? После смерти отца, матери, всех ближних своих. Что же, теперь немец придет и дядю Володю с тетей малушей убивать? А я говорю, наши победят. Крикнул он и топнул ногою, не в силах смириться с мыслями об еще одной немецкой победе. Тут ему в спину ударился снежок, да больно так. Оглянувшись, он увидел дроснящегося в витку. Мишка, Мишка, тонкая кишка. А ты, Тереха, псиное брехо. Крикнул обидчику Мишка, возмущаясь тем, как он может затевать свары в то время, как наши борются с немцами. Бона, эх ты, те это, да наши, русские. Закричали тут все на берегу, увидев, как от дальнего берега, выскочив из леса, будто из-под земли, ринулись на врага конники и пешцы запасного полка. Наши, наши. Закричал Мишка, глядя с восторгом на то, когда сели скрываемые полки бегут и скачут туда, где идет битва. Слава русским. Слава. Кричал рядом с ним увид, и Мишке даже неприятно было, что и обидчик переживает за нашу победу. Уж лучше бы у ветка о немцах печалился. И он впервые в своей маленькой жизни задумался. Вот как странно бывает, двое ненавидят друг друга и готовы до смерти друг с другом драться, так и пылают злобой. А однако же, оба они русские и оба за Русь хотят жизнь отдать. И если им придется бок о бок идти в бой с врагами, то надо будет на время забыть о взаимной ненависти и вместе сражаться, а быть может, даже спасать один другого от смерти. Разве это не странно, у ветка? Ты поцему меня обижаешь? Вдруг спросил он обидчика. Потому что ты Мишка-мешок, полный брюхо-кишок, дерзко отвечал Увет. Так ведь и у тебя в брюхе кишки, усмехнулся сердито Мишка. Или скажешь, у тебя там одни церви, уже я тебе покажу, церви. Вспыхнул Увет и бросился на Мишку. Пришлось убегать от него, потому что он сильнее. Зато Мишка быстрее бегает, не догонишь. В беге малость согрелся, а то ведь ноги совсем перестали себя чувствовать. Как же хочется, чтоб наши поскорее одолели немцев, которых почему-то называют орден. Стой, Уветка, погоди. Вот скажи мне, отцева это немца называют орден? Прею, не знаешь. А вот и знаю, потому что они орут. Увет остановился и сам задумался над тем, что сказал. А давай у дяди Володи спросим, предложил Мишка. Они нашли в толпе зевак дядю Володю и спросили его. Тот задумался и сказывал. Полагаю, от того, что у них орудий много, а с баинацией сказал. Вмешался тут в разговор Елисей Рябка, известный в Узмине Хытриш. В древности исцадия ада именовались на Руси орать. От всего слова и пошло орден. Отцеваш, они сами-то себя исцадиями ада клятут, удивился дядя Володя. От того и клятут, что они аду поклоняются, а токма для видимости кресты на себе рисуют, описнил мудрец Рябка. Такое объяснение всем пришлось по душе, по толпе собравшихся на берегу узминцев прокатилось. Орать, орать, как-как, орать, тоцно орать. А главное, ссоры между Мишкой и Уветом времен, но прекратилось. Долго стояли и смотрели на продолжающуюся вдалеке битву, и снова было непонятно, кто, кого. И снова ноги окоченели у Мишки так, что он их перестал чувствовать. Пора было побегать. Мишка орать, Мишка орать, тебя, батька, будет пороть. Стал дразниться Увет. Меня, батька, не будет пороть. Возмутился Мишка. Моего батьку немцы убили. Не твой, а мой батька тебя будет пороть. На тебе. От сильнейшей обиды набросился на Уветку обиженный сирота и крепко ударил тому кулаком под глаз. Их тотчас бросились разнимать. Вид у Увета был испуганный, и когда драчунов растащили, он злобно прошепел Мишке. Ну держись же теперь, орать из Бородская. Я тебя нацию придушу, когда ты спать будешь. Потом их развели в разные стороны, а тетя Малуша хотела было увезти Мишку домой греться, но он так расплакался, что пришлось его оставить на берегу мерзнуть. Так он продолжал стоять и смотреть на битву, а тетя Малуша сходила домой и принесла детям пастных пирожков с блицами и барканом 135. Долго еще биться будут, шли бы вы, дети, домой, посогрелись бы, увещевала она, но никто ее не послушался. А Мишка вдруг вспомнил про воина Савву и подумал, что тому, должно быть, теперь особенно одиноко. Он все же сбегал домой ненадолго, перекинулся с Саввой парой слов. Ну как там, спросил раненый, бьются еще, сказал Мишка, чья берет, неведома, но надо на Бога уповать, и одолеют наши. Это ты мудро молвил, ты не с куцей тут, я к тебе мигом примцусь, когда наше одоление придет. В тепле дома было очень хорошо, и Мишка невольно задержался чуть подольше, чем собирался вначале. Он подкормил Савву пирожком и поведал о новых подластях Увета, под конец горестно добавив, Не жить мне теперь, отчего же, Уветка обещал Наци убить меня, когда я спать буду. Не смогу же я все время не спать. Ничего, что-нибудь придумаем, пообещал Савва, и Мишке стало легче. Ну ладно, лежи, а я пойду опять на побоище глядеть. Вернувшись на берег, он как-то очень скоро вновь продрог, и хотел уж было опять идти возле Саввы пригреваться, но тут началось такое, что он вмиг забыл о тепле и уюте. Сначала на лед озера вышли двое, монах и священник. У одного в руках была икона, у другого — лампада. Тот, который с иконой, поднял ее и показал узминцам, и все радостно закричали. А зацем это? — спросил Мишка. Все знак некий, и надо полагать, знак добрый, — сказал дядя Володя. Потом священник перекрестил иконой воздух, осеняя с им крестным знамением узминцев, и все стали тоже изо всех сил креститься. Мишка раз двадцать осенил себя, а потом все увидели, как огромное количество немцев стало стремительно двигаться сюда, к узмине. К нам идут, — тревожно воскликнул дядя Володя. Тотсна, что к нам орать проклятые, — сказал его старший сын Васильке. И многие тут стали пятиться и уходить с берега, поспешая к домам своим. Очень скоро почти никого не осталось. Матери уводили упирающихся ребятишек, и лишь дядя Володя со своими оставался на берегу, споря с тетей-малушей. Успеем, погоди, Сицас. И уж решился было бежать вместе со своими детьми, как вдруг затрещало, загремело вокруг, оглянулись, а немцы под лед проваливаются. Никогда не забыть Мишке этого зрелища. Огромная орать, зловеще приближавшаяся к Узмине, вмиг исчезла, ушла под лед. А там, вдалеке, задние ряды немцев продолжали сыпаться в огромную полынью. Провалились, — закричал дядя Володя. Провалилась орать, срывая промерзшее горло, воскликнул Мишка. Первым побежал на лед Василько. Василько! Истошно закричала тетя-малуша. Куда? Тоже хочешь провалиться? Всем на берегу оставаться? Строго приказал дядя Володя, устремившись следом за Васильком. И еще несколько узменцев побежали туда, где стояли монах и священник. Мишка не выдержал и побежал тоже, успев крикнуть. «Я не провалюсь, я маленький». На бегу он оглянулся и с удовольствием увидел, как тетя-малуша сгробастала и цепко держит остальных своих, включая увитку. Потом он увидел, как монах и священник тащат кого-то из-под льда, волокут подальше от провала, мокрого и жалкого. И когда узменцы подбежали, монах, оглянувшись на них, повторил. «Шпильмана сберегите! Подарите его князю Александру!» «Пожалуй, он единственный, кто спасся, провалившись в сию великую и священную прорубь». И дядя Володя вместе с Васильком и Юритой Косым поставили немца на ноги. Монах поднялся льда лампаду и пошел дальше в сторону другого берега озера. Священник взял икону и последовал за ним. «Быстро уходим!» Приказал дядя Володя, толкая перед собой немца. Как он сказал, «Шпильман, о, я, я, Шпильман!» Стуча зубами, поспешил якнуть мокрый пленник. «Ну теперь уж, Шпильман, конец вашей арди!» Они благополучно добрались до берега. Мишка то и дело оглядывался и снова видел страшную полынью, покрытую плавающими, перекособоченными, нализшими одна на другую льдиными торосами, туда ввоз вернулись из чадия ада. А когда взошли на берег, посмотрели и увидели, как наши войска гонят немцев со льда озера к Суболичскому берегу, гонят и бьют, топчут, уничтожают. «От олени!» Воскликнул дядя Володя. «Побе!» Крякнул Мишка и окончательно охрип. Горло схватило судорогой. «Очень больно и обидно, что именно в такое торжественное мгновение!» «Побе!» Кричали все вокруг, прыгая и вознося к небу руки. «Слава тебе, Господи!» «Слава тебе!» Стали креститься некоторые, и все тоже принялись осенять себя крестными знамениями. Не в силах больше претерпевать холод. Мишка вместе со всем семейством дяди Володя отправился домой. Пленного мокрого немца вели туда же, и Мишка, видя это, твердо решил, что жить всему немцу осталось немного. Глава 22 «Победа!» Небо будто хотело изобразить то, что происходило на земле. Тучи рассеялись, солнце выглядывало с каждым разом все надольше и надольше, а когда во все лопатки погнали немца со льда озера, оно выглянуло и уж не исчезало, озаряя своим весенним сиянием весь дольный мир. Сделалось тепло и по весеннему сладостно, а под доспехами у всех мокро от пота. Весть о том, что огромная часть Тевтонского воинства, устремившись к Кузьмине, провалилась под лед и погибла, железной лавой уйдя на дно, дошла до Александра, который стоял в окружении своего личного отряда. «Чем отслужу Господу за такой подарок?» В восторге воскликнул Ярославич. «Я и мечтать боялся, а он мою потаенную мечту осуществил. Да уж, потаенные!» усмехнулся князь Андрей, который, выполнив свою задачу, воссоединился с братом, чтобы вместе докончить сражение. «Даже и немцы все, поди, знали. Хороший народ немцы!» рассмеялся от Рократи Свит. «Узнали о мечте нашего князя и провалились, уважили. Вот, коли удастся нам, Андрея Шапой, мать, ты, княже, возьми его под локоток да скажи. Может, пойдем искупаемся?» «Да я теперь всем немцам так говорить буду», со смехом отвечал Александр. «И, кстати, об Андреяше. Самое время теперь ловы на него затеять. «Эй, немцы мои бывшие, на вас теперь надежда, поможете нам прежнего вашего мистера поймать?» «Прости, княже», — ответил Радша. «Мы, конечно, в твоей теперь власти, но не хотелось бы нам с такой задачей справляться. В битве мы не подвели тебя, а ловить Андреаса». «Ну, так и простите, что не подумавший попросил, устадился своего предложения Александр. И впрямь, разве мог бы он потом уважать их, если бы они вместе с ним в поимке своего бывшего господина участвовали? Благодарю вас за то, что в битве вы были наравне со всеми, а иной раз и лучше многих. Теперь хочу поручить вам важное дело, лед на озере с каждым часом становится все более хрупким, а надобно успеть собрать с поля брони павших, всех перенести на тот берег, и не только людей, а и оружие. Все пригодится нам потом, чтоб ничего не досталось озеру. Только вам и могу поручить сие, зная, что кропотливо все исполните. Можешь не беспокоиться, княже», — поспешил заверить Александра немец Михаила Мороз, бывший Кальтенвальд. «А где Лербик?» — спросил князь Андрей, проводив взглядом отъехавших исполнять свои обязанности Радшу и Мороза. «Пал в битве», — ответил Александр, — «не стало одного из моих немцев, и многих не досчитаемся мы сегодня». Ярополка Забаву убили, серба Гавриила Свекуладожского, а я с ним так и не успел двух слов перемолвить. Многих иных унесло божьей волей на небо. «У меня и всташа погиб», — пригорюнился князь Андрей. «Но, не теперь тужить, братцы!» — громко воскликнул Александр. «Присоединимся к погоне. Поймаем мистера. Жажду сразиться с ним и возложить печать ему на лице, яка на Неве, Бергеру». Он выхватил меч из ножен и высоко вознес его над головою. Все тотчас взбоднули коней и устремились следом за Александром, разворачиваясь в беге под опно тому, как расправляют свои крылья орел, преследуя добычу. Битва давно переместилась к Суболичскому берегу, там последние стройные ряды тевтонцев обеспечивали отступление оставшимся полкам. Две трети немецкого войска было уже уничтожено и взято в плен. Впереди было видно, как уходят, уходят немцы, поднимаясь от озера на берег. Двуглавым орлом, одна голова Андрей, другая — Александр. Княжи полки налетели на береговую оборону ордена, и Андрей со своими ударив, проломил немецкий строй, а Александр, заходя справа, быстро сокрушил край тевтонской обороны, выскочил на берег, углубился в лес, раякая взглядом в поисках мистера и не видя нигде свою добычу. Там-сям полыхали стычки между победителями и уползающими прочь побежденными. Отрак Терентий, едва поспевая за князем, кричал ему, что едва ли можно застать Андреяша где-то поблизости. Ушел он, княже, давно ясна стала наша победа. Не хотелось верить в то, что не состоится их встреча, но приходилось. Опечалившись, Александр выехал обратно на берег озера, где затухала и сворачивалась битва. Немцы и чухонцы сдавались в плен, а если кто не сдавался, того безжалостно добивали. Страшная и величественная картина открылась взору Александра отсюда, с субболического берега. Огромное озеро, лед которого был красен от крови и весь представлял собой широченное кровавое пятно, сплошь усыпанное мертвыми телами людей и лошадей. На теплом озере, возле Узмини, темнело другое широкое пятно, изрябленное множеством ледяных глыб, плавающих над студеной и черной водою. Там провалилась значительная часть немцев и чухны. Гаврила Сбыслав. Кликнул князь Алексича Якуновича. Стягивайте войско. Следует выстроиться здесь, на этом берегу, и стройно преследовать ворога. Ежели позволит сила, мгновенно двинемся отсюда на Юриев. Довольно ему дорбета именоваться. По следу уходящего неприятеля, на его спинах ворвемся в старинный град Ярослава Мудрого. Но погорячился князь Александр. Нескоро смогли воеводы выстроить полки наши на Суболичском берегу, и вид у воинства русского был усталый и потрепанный. При виде бегства немцев казалось, их во много раз больше погибло, но теперь выяснялось, что великую цену пришлось заплатить за победу на озере. В каждом полке недосчитывались половины числившихся до битвы, а в полках чела и того хуже. На каждого уцелевшего приходилось по три-четыре павших. И самих воевод немало побило. Новгородцы потеряли жидету и твердисело. Падка Лущинича и Растрепал. Погиб славный Ванюша Тур, предводитель москвичей и коломенцев. Пал Смоленский воевода Кондрат Белый, Суздальский Ратислав. Погибли Таврила Лербик, Свеколадожский, Ирополк Забава, многие другие славные витязи. Снова тучами стало заволакивать небо над крововым озером. Снова солнце лишь изредка выплескивало лучи свои, не желая глядеть на окровавленную ледяную поверхность, по которой сновали уборщики, уносящие тела и снаряжение на тот берег, который утром был русским. Только лошадиные туши, освобожденные от доспехов и сбруи, оставались на радость Воронью, оно нетерпеливо каркало в окрестных лесах и уже нагло кружилось в небе. Расположив десяток застав на Суболическом берегу, Александр велел остальным возвращаться на другой берег, уходить в села и деревни, где они останавливались накануне битвы, главным образом, в Кобылье-Городище. «А мы куда?» — спросил Ратисвет. Видя, что сам князь-победоносец поворачивает Аира направо, в Узмень поедем, — ответил Александр, — заберем тело Саввы, привезем его ко всем остальным, доблестно павшим в этой битве. Он прибоднул Аира и поехал краем Суболического берега, то и дело поглядывая на озеро и размышляя о Боге, что он думает, глядя на дело рук человеческих. Он, создавая небо и землю, украсивший небеса солнцем и белоснежными облаками, Адолы, лесами и реками, морями и озерами, весной превращающий все в зелень, а осенью в золото, зимой услаждающий взор человека бескрайнее в белизной снега, подобной белизне облаков небесных. Он, еще вчера радовавшийся тому, как сверкает белой гладью это прекрасное озеро, что он думает о том, как эту белизну окровавили люди. И Александр не чувствовал радости от своей великой победы, а лишь усталости раскаяния за грехи человечества, до сих пор не научившегося жить в мире. Ему даже стало стыдно за то, как он радовался известию о провале немцев под лед, ибо, ликуя о нашем торжестве, нельзя было веселиться о гибели людей. И какая страшная смерть, миг, и ты в студеной воде, и тяжелые доспехи влекут тебя к темному дну, где тебе лежать и разлагаться. А как только станет теплее, местные жители возьмутся нырять к тебе, чтобы поживиться доспехами и оружием, и лишь остатки того тела, которое некогда родила твоя любимая мать, никому не понадобится. Их доедят рыбы, затянет в себя дно озера. Не хотел бы я так же, весело произнес Ратисвет, когда они скакали мимо огромной полонии. Не приведи Боже, согласился Терентий Морос. А ведь и ты, Тереша, мог туда кануть, продолжал Ратисвет. До гробовой доски благодари и почитай отца своего, что перешел он на службу к Александру. Я буду, не шутя, вздохнул Терентий. Ведь и вправду, если бы не он, быть мне сегодня в войске у Андрееша. И хорошо, если бы оказался взят в плениле, пал бы на льду. А если б, как они? Слушая их бодрые речи, Александр тоже хотел приободриться, ведь все-таки победа. Но не мог. Да и с грустной целью ехал он в Узминь, забирать еще одного покойника, любимого Савву. Вот показались домы и крыши огромного и богатого узминского села, и Айр вдруг громко и пронзительно заржал. «Чуешь, за кем мы приехали, Айр?» – сказал ему Ярославич. «Чуешь, брат мой?» Он выехал на широкую Узминскую улицу и направился в сторону дома Владимира Гущи, стоящего почти на самом берегу теплого озера. Жители Узмини, увидев большой отряд Александра и самого князя, выбегали навстречу и кричали «Слава! Слава Александру Ярославичу! Хвала и слава победителям! Господне благословение!» И вот уже показался дом Гущи, из ворот которого выбегали ребятишки. Их ведь много у Владимира, зато его и Гущей прозвали. Но что это? Александр не мог глазам своим поверить и едва не свалился с коня, летевшего рысью. Сам покойник, за которым они прискакали сюда, стоял на крыльце большого дома, опираясь на руки и плечи хозяев. И, подскочив к воротам, Александр спрыгнулся ира, упал лицом в снег, тотчас поднялся и побежал, будто мальчик, к своему живому оруженосцу отроку. И пока он бежал, ему до тех пор не верилось в сие чудо, покуда Савва не крикнул ему слабым криком. Славич, Саввушка. Отозвался Александр, подбежал и подхватил Савву, шагнувшего из объятий хозяев дома в объятия князя. Глава 23. Наши слезы. Вот уж дал мне Господь мучений в узмени. Мало того, что раны мои продолжали терзать меня невыносимой болью и лишь мало-помалу стали заживляться, а тут еще выпал сей день сражения, которое проходило у меня под боком, а я никак не мог в нем участвовать. Сия мука похлеще любых болестей оказалась. Едва только пришло известие о том, что Александр и Андрей схлестнулись тут, на льду Чудского озера, дом доброго гуще опустел и надолго. А я лежал тут, всеми позабытый и покинутый, одинокий и израненный боец. Ох и тошно мне сделалось, братцы, ох и сумрач, но от бессилия своего, от неподвижности израненного тела хотелось мне воспарить и улететь туда, туда, где хрязк расщепляемых костей и звон железа, где стоны и крики, и весели битвы. И слезы отчаяния покатились из глаз моих, всего меня затрясло от горя, я плакал, как малое дитя, осознающее свою слабость перед властью и всесильностью взрослых, не позволяющих тебе делать то, чего тебе так безумно оалчится. Я хватал себя ладонью за лицо, и ладонь моя погружалась в горячую лужу горьких слез. Но слезы только у баб неиссякаемы. У нашего брата их запасы скудные быстро кончаются. Так и у меня. Все еще дрожа от отчаяния, я уже чувствовал, что глаза не могут более источать горькую влагу. Отсмаркавшись в припасенную для меня льняную ширинку, я тщательно вытер себе засморганную рожу, несколько раз вздохнул и постарался успокоиться. Но сердце стучало сильно, ударяя в голову, особенно за ушами, где так и слышались тугие удары. И откуда только взялось во мне крови, чтобы снова так ходить и стучать по голове. Казалось, вся моя жильная жидкость из раны сточилась, а подишь ты, за шесть день, что миновали от мастовского сражения, новой крови во мне достаточно народилось. Так я лежал тихо, стараясь думать о Боге и молиться Ему. Но это только у тебя, Славич, хорошо, легко получается, взять да и отдать себя всего целиком молитве. Но на то ты и есть солнце земное, а мы, грешные, сплошь из глины соделаны, нам не просто очоса свои небу поднимать. Вся наша жизнь глиняная в те лесах зудит, только ее малость смиришь да притопчешь, она наново распрямляется и уже всего хочет, всего осязаемого, чувствительного, горячего. Немного обессилев после слез и рыданий, я даже стал помаленьку задремывать. И настолько мое присутствие в доме умолилось, что наглая мышь, вылезя из своей укромной норы, пошла бродить по углам и за каулочком дома с таким же важным видом, как иная жена ходит по торгам, перебирая товары, прицениваясь и приторговываясь. А ли тебе мало ночи, чтобы скрестить да мышинствовать? Спросил я ее, но она даже и бровью не повела, как будто чуя во мне безопасного и неподвижного подранка. Эй, к тебе обращаюсь, плюгавка подпольная, ты откуда такая дерзкая тут? Уж не с кошачьих ли похорон явилась? Нахалка остановилась и принюхалась к моему голосу, шевеля мелкими усишками. Не иначе как упоминание о кошках огорчило ее. А кстати, продолжал я разговаривать с мышью, дабы хоть как-то отвлечься от горестных мыслей о битве и о своем бессилии, где там пропадает гущинский котофей. И как он, супостат эдакий, прозевал мышь и вторжение. Где ты там, котя и Мурлоныч? Нечто тоже сбежал на битву глядеть, так молвив, я вновь пригорюнился, даже нечтожная кошачья четвероногость и та может позволить себе пойти и хотя бы издали понаблюдать за сражением, а я лишен и этой возможности. И вновь меня стало трясти от обиды, но уже бесслезно, сухо колотило. Не упомню, сколь долго сие продолжалось. Умная мышь, перестав беготать по полу, присела, приподнялась и внимательно смотрела на мои страдания. Вдруг ее всю передернуло, и не успел я глазом моргнуть, как она стрелой улетела в дальний угол и исчезла. Тотчас нашлось и объяснение ее бегству, великий гущенский кот львиным шагом выступил из-за двери и направился в середину клети, в которой я лежал на широкой постели под образами. Одарив меня коротким великокняжеским взглядом, кот столь же небрежно муркнул в мою сторону, сел на самом почетном месте посреди помещения и взялся неторопливо вылизываться, будто только что пообедал, по меньшей мере, дюжиной мышей. Успокаиваясь, я наблюдал, как он прихорашивается, как любовно и старательно облизывает свои полосатые доспехи до сверкающего блеска. Ты-то хоть видел, кто там кого одолевает, котяйка? Спрашивал я его, но не удостаивался ровным счетом ни малейшего ответа. Экая в тебе, братишка, равнодушие. А ведь ты, как ни крути, являешь собой образ и подобие того самого льва, который изображен на стяге нашего князя Александра. Только что тот золотой, а ты полосатый. Он продолжал долго и тщательно приводить в порядок свои шерстяные кольчуги, не обращая на меня никакого внимания, а у меня, как на грех, рана в правой стороне груди стала ни с того ни с сего наливаться болью, все сильнее и сильнее, хоть криком кричи. Поскольку людей вокруг меня не наблюдалось, я мог посволить себе от души постонать, ибо от боли аж задыхаться стал. И так я лежал и стонал, а котофей все вылизывался и вылизывался, являя полной равнодушия ко всем моим страданиям. И это длилось бесконечно долго. Наконец кот удовольствовался произведенной чисткой, внимательно посмотрел на меня, снова муркнул и вспрыгнул тяжело на мою постель. На мгновение изомер, будто прислушиваясь к чему-то, и вдруг, прошагав прямо по мне, улегся рядом, плотно прижавшись спиной ко мне справа, именно там, где горело болью. Я хотел было прогнать его, но он так громко и уютно зарокотал, что я передумал, а еще через некоторое время чудо. Нестерпимая боль в груди стала стихать, смиряться и вновь сделалась такой же необременительной, какой была утром. Кот уже не рокотал, забрав мою боль и уснув, а я боялся пошевелиться, чтоб не спугнуть моего полосатого лекаря. Так мы лежали, и кот спал, а я старался дремать, хотя душа моя все равно стремилась на лед Чудского озера. К тебе, светлый мой Слович. Когда прибежал мальчонок Ратмиша, я дремал, но при виде его мигом встрепенулся, спугнув кота, который сонно отполз от меня. Ну как там? Спросил я Ратмишу. Бьются покуда? Ответил мальчик. И кто ж до каваша доливает? Не ясно, но положено на Бога надеяться, и тогда непременно победят наши. Гляжу, мудрый ты, Ратмир Алексей, ты не томись тут, как только наша победа наступит, я стрелой прилечу к тебе с известием. Он подкормил меня пирожком с грибами и морковкой, рассказал о том, как его снова обижал родной сын Гущи Увид, и вскоре он опять умчался на берег озера, оставив меня одного. И снова боль стала распалять меня, но, придвинув к себе кота, я вновь чудесным образом от нее избавился. А потом настал миг, и твоя, Славич, победа ворвалась в дом Владимира Гущи, вхлынула всем людям в двери. Одоление. Победа. Радуйся, раненый Савва. Погнали немца проц. А многие из них под лед провалились. Неужто провалились? Воскликнул я радостно. Сбылась мечта Славича повторить то же, что удалось намовже. Да вот же! Кричал Ратмиша сильно охрипшим голоском, выводя пред мои очи мокрого и трясущегося немца. Губы у супостата посинели, как у мертвеца, в глазах светился ужас. Он тотчас стал оправдываться предо мной, как вид, но возомнив, что я стану решать его судьбу. Их бин Кайн Кригер. Их бин Шпильман. Бакан Дудешин Шпильман. Кайн Кригер 136. То-то яно, что ты, Кайн, ответил я ему сурово. Подобно Кайну, отцу греха убийства, пришел сюда убить брата своего Авеля. Да глядь, и провалился. Ах ты мокрая курица. Кто ж тебя вытащил-то? Христовые люди спасли его, отвечал Владимир Гуща со смехом. Да не велели обижать. Сказывали, ему сберется да подарить всего Шпильмана князю Александру. Ну, коль так, придется оставить его в живых, улыбнулся я, приподнимаясь. Шпильман при виде моей улыбки тотчас проявил в своем взгляде надежду на спасение. Да не трясись ты, строго сказал я ему. Уже ли думаешь, что тебя из озера выудили, чтобы на суше прикончить? Так ведь ты же не рыба. Не рыба. Захохотал Гуща, и тотчас все весело и громко стали хохотать над немцем, похлопывая его по мокрым плечам и спине. Потом сняли со Шпильмана опушенный мехом кафтан, уже сняли, оставив спасенного в одной сорочице. Вид у него вновь был встревоженный. Видать, он подумал, что его токма ради кафтана и кольчуги временно оставляли на этом свете. К тому же Иротмиша мой, встав пред Шпильманом, подбоченился и показал ему грозно кулачишко. Погоди уже, немецкая морда. Дай только срок, поганый Каин. А я за всем этим и сам не заметил, как уже свободно и легко сидел на краю своей постели, забыв про все свои раны и боли. Вместо мокрого кафтана и кольчуги Шпильману по моему распоряжению выдали старый кожух, чтобы он мог в него укутаться и немного отогреться. Но его уже явно колотило не столько от холода, сколько от страха за свою подмоченную жизнь. По дому поплыли запахи из печи, в которой же на гуще малуша затевала особенный ужин в честь победы. Твоей, слович, победы. А я вновь стал изнывать от того, что не могу быть сейчас подли тебя, мой хороший. И что-то вдруг стало подсказывать мне, что и ты теперь наконец вспоминула о своем верном оруженосце, подрубившем столб Шатрабергера, но оказавшимся столь бесполезным здесь, на льду Чудского озера. Волнение охватило мою грудь. Я почувствовал, что ты едешь сюда, ко мне, еще, поди, не зная, жив ли я или умер от ран. И я встал на ноги и пошел к дверям. В глазах у меня все поплыло, Владимир Гуща подхватил меня. Куда ты? Не втерпешь мне? Прохрепел я в ответ. Хочу вон из дома. Хочу увидеть мир Божий. Да как же, с такими ранами. Я уже не мог ничего отвечать ему, а упрямо влачил свое ослабленное тело к дверям, стремясь выйти на крыльцо. И до сих пор не могу я никак объяснить, что предвещало мне твое появление, Славич. Но когда я вышел, наконец, из дому на крыльцо, то так и есть. Увидел тебя, скачущего по мокрому снегу на своем золотисто-буланом аэре, золотом в лучах яркого весеннего солнца. И ты подскакал к воротам дома, ворвался во двор, спрыгнул с седла и упал лицом в мокрый снег. Но тот час поднялся и побежал ко мне навстречу. И я из последних сил кликнул тебя, Славич. Саввушка. Отозвался ты. Я шагнул и упал в твои объятия, совершенно обессиленный. Ты подхватил меня и вместе с гущей потащил обратно в дом, радостно бормоча. Живой. А я-то и не чаял живого тебя встретить. И слезы ручьями хлынули из глаз твоих. А вместе с тобой и я залился слезами, во второй раз за этот долгий, томительный, но такой счастливый день. Меня дотащили до постели и бережно уложили, спрашивая, не больно ли мне. Да какой там больно, ворчал я, утирая слезы. Хорошо мне, как хорошо. Потом ты, Славич, стал мне рассказывать о битве, а когда я спросил тебя, кто погиб, ты отвел взор свой и, не желая меня огорчать, ответил, мол, еще не подсчитывались потери. Брось, Славич. Неужто ты ни одного с нашей стороны павшего не приметил? Говори уж. И ты назвал мне Ванюшу Тура и Ратислава, серба Гаврилу Ладожского, ирополка Забаву. А я вот живехоник остался. Виновата вздохнул я, узнав о гибели близких соратничков. Кого же ты вместо меня взял на сие время? Терентия Мороза. Но ты у меня незаменим. Спаси тебя, Христос, Славич. Силы стали покидать меня, ведь я впервые за шесть дней вставал и ходил. И ты уехал, сказав, что через пару дней непременно заберешь меня отсюда, когда отправишься в Обсков. Так мы простились, и я вскоре уснул. А проснулся среди ночи от того, что кто-то рядом со мной тихо скулил. Приподнявшись, я увидел Ратмишу. Мальчик сидел на моей постели между мной и стеной, и плакал. Должно быть, ему вспомнились его родители. Что с тобой, Ратмишенька? Спросил я тихо. Не цово, буркнул он, особенно жалобно по Псковски цокнув. Так не бывает. Говори, Абия, почто тужишь столь слезно. Приказал я сурово. Немца князь Александр увез. И что ж тут за печаль? Удивился я. А то и пицель. Ну говори же, что опять молчишь. Я клятву дал. Какую клятву? Кому? Себе. Что убью его сегодня ночью? За отца моего и матушку, и за братьев моих. А его князь Александр забрал. Я глубоко задумался над тем, какие сильные корни пустила ненависть в душу этого дитяти, и стало мне еще жальче его, чем раньше, сироту бедного. И неужто ты бы убил его? Убил бы. Как же? Чем? Топором. А не топором, так серпом. Убил бы. А что ж, Ойли, не знаю. Он понит головой, и я привлек его к себе, приложил к своей груди, как днем, кота. И он стал все реже хлюпать носом, все меньше дрожать. Потом несколько раз глубоко-глубоко вздохнул и совсем затих. Спишь ты там, род Миша? Он ничего не отвечал. Уснул, родимый. Глава 24. Доброе дело. Солнечным и погожим утром предпоследнего майского дня по гладкой воде Чудского озера плыла крепкая и просторная лодочка. На веслах сидел могучий узминский рабарь Никола, коего за необъятность плечей великанства звали Медведем. На корме восседал премудрый Елисей Рябка, а на носу, вглядываясь в воды озера, торчал худой и востроносый Юрита камень. Было тихо и хорошо, как случается в те дни, когда весна уже полностью закончила свое дело, а лето еще только-только начинает припекать. И ради этой тишины никому из троих не хотелось ни о чем говорить. В то же время совсем уж молча плыть как-то было не по-людски. И посему изредка узминские мужички обменивались короткими, но весьма много значительными высказываниями. Солнечный спаста, братцы. А, промолвил Елисей, да уж, отозвался Юрита. Знамение, согласился каждый по-своему обдумывая новость, притекшую вчера из Пскова. В позапрошлое воскресенье там случилось великое чудо, замиротачила икона спасителя в женской монастырской обители Иоанна Богослова. Сия чудесная икона находилась над гробом великой княгини Ярославы Владимировны, убитой от руки ее же пасынка в граде Медвежья голова, которой немцы, захватив, переименовали в Оденпе. А теперь, глядишь, после ледового одоления, вновь вернут нам. Дочь великой княгини и мученицы Ярославы, псковская княгиня Евфросиния, основала обитель апостола Иоанна Богослова, там установила гроб своей матери и над ним воздвигла прекрасную икону с изображением спасителя в лучах солнца. И в народе сей замечательный образ вскоре стали называть солнечным спасом. Иные даже видели, как лучи от солнечного спаса порой играют над гробом мученицы. Стали появляться и случаи исцеления от лучезарной иконы. Все ждали новых чудес, и вот этой весной они не замедлили явиться. А про ксатанаша в восхищении мотнул голова Елисей Рябко, и стало заметно, как его распирает поговорить, но как в то же время он сдерживается, дабы не слишком нарушать священную тишину утра. Да уж, тоже восхищенно подернул головой Юрито, ненадолго отвлекаясь от созерцания водной глади. Даром разве и прозвание ей «Добродея» прорычал медведь мощно, но бережно, без лишнего всплеска, налегая на весла. Лет десять тому назад княгиня Евфросиния получила в подарок от немцев книгу, некую писаную по-немецки повесть о горестях и страданиях Кесарине Адельгейды, супруге Кесаря Генриха, урожденной внучки Ярослава Мудрого Евпроксия Всеволодовны. Сия прекрасная Евпроксия была выдана замуж за благо родного князя Генриха Штадинского, но муж ее скоро постижно скончался, и юная вдова поступила в монастырь. Игуменей монастыря была родная сестра Кесаря, и однажды, приехав к сестре в гости, Кесарь пленился красою русской княжны, воспалал к ней страстью и ради того, чтоб жениться на Евпроксии, собственноручно до смерти погубил свою жену. Выйдя замуж за Кесаря, Евпроксия получила новое имя Адельгейда. Поначалу она была даже счастлива со своим вторым Генрихом, но тот тайно поклонялся врагу рода человеческого, совершал страшные обряды и водился с ведьмами, одна из которых, Мелузина, вознамерилась погубить Адельгейду Евпроксию. Так начались страдания внучки великого киевского князя Ярослава. Бежав от изверга мужа, она долго скиталась по разным странам, добиваясь развода, да так и не получила его. Затем она вернулась в родные края, но тут ее все прозвали Волочайкой, не очень-то разбираясь, зачем она сбежала от законного супруга. И бедная Евпроксия окончила дни своей послушницей при женской обители в Киеве, а за ее смирение и благость монахи удостоили ее чести быть похороненной у самых врат Киева Печерской лавры. Много слез пролила княгиня Евфросиния над печальной повестью, а когда пришло время принять монашеский постриг, по чудесному Божьему изволению имя ей было дано в монашестве Евпроксия, что значит по-гречески «доброе дело». В простолюде же имя Евпроксия произносилось попроще «апракса», а переводя на русский язык «добродие». Когда князь Александр Ярославич отправился бить немцев на Чудское озеро, игумене Иоанна Богословской обители Евпроксия денно и ночно молилась осянем перед иконой Солнечного Спаса. Так страстно и сильно молилась, что в самое утро, когда состоялось сражение, случилось чудо. Солнечный Спас явил игумене лицезреть всю жизнь Александра, от самого зарождения до самой смерти. Тотчас же она и призналась в том, что ей даровано было сие откровение, поведала обо всем, что ей стало известно о прошедшей жизни Ярославича, утаив грядущее, но провозгласив главный на тот день, что полностью сокрушит он немцев на льду Чудского озера, а многих из них и под лед пустит. А ровно через две седмицы после битвы, в Великую Субботу, в тот самый час, когда в Святом Граде и Иерусалиме на гробе Господнем загорается благодатный огонь. Отыскали и список хожения игумена Даниила во Святую Землю 137, где нашли указание на день и час сошествия благодатного огня в Иерусалиме, после восьмого часа дня в Великую Субботу 138. А как она про благодатный огонь-то, а? Вновь с восхищением вспомнил недавнее событие премудрый Елисей. Ну, это, да, закивал Юрито и даже прищелкнул пальцами. Великая прозорливица. Согласился медведь, продолжая грести. Все вышло так, как было в откровении игумене Евпракси. Сразу же после 5 апреля зарядили весенние дожди снегоеды. Дороги все разбухли и раскисли, наполнившись вязкой кашей, состоящей из грязи и снега. Гонец прискакал на третий день с радостным сообщением о том, что поди немца пятьсот тяжелых к метеоритарий, а чуди бесчисленное множество, а в плен руками поиша немцев пятьдесят нарочитых мужей, сильных воевод. Счастливая весть так сильно обрадовала псковетян, что некоторые даже Великий пост себе отменили и их потом обвиняли в том, что из-за такого непотребства Бог не дает Александру дороги для скорейшего прибытия в Апсков. До самой Лазаревой субботы дожди шли, весь снег поели до чисто, а в вербное воскресенье засияло солнышко, дороги медленно стали просыхать. В Великую пятницу новый гонец прискакал с известием о том, что солнце князь Александр уже в Изборске и завтра к полудню намечает прийти во Псков город. С самого раннего утра в Великую субботу все духовенство псковское собралось в Иоанно-Богословской обители и пред иконой Солнечного Спаса сотворили большой молебен, после чего икону отняли на время от гроба Ярославы Владимировны и понесли навстречу Святозарному Ираю 139 русскому. И прозорливая Игумения Евпроксия поставлена была идти впереди вспомнилась Юрити. Босиком их засмеялся Елисей. По делу о он промочал Никола. Елисей и Владимир Гуща двое от узмини отправились при войске Александра до Пскова, дабы потом можно было поведать односельчанам, как происходила там встреча, ибо не так уж часто подобные великие события происходят. Князь Александр из захлынувших дождей задержавшийся в Кобыльем городище некоторое время еще решал идти ли ему на Юриев. Все, казалось бы, благоприятствовало такому броску, ибо по донесениям дальней стражи мистер Андрееш, в ужасе бежав с кровавого льда озера из Суболического берега, дойдя до Юриева, и там не остановился, опустился на утек до самой Риги. Хорошо было бы на его спине захватить Юриев, но слишком много русских жизней унесло Побоище. Не так много сил оставалось для погони, и Ярославич пожалел людей. Когда дожди прекратились и дороги немного обсохли, он повел свое славное воинство в Апсков, там праздновать Пасху Красную. От Узмини дошли до Репина, далее вышли на Добротную дорогу, соединяющую Юриев и Избарск, и по ней двинулись к Избарску. Когда переправились через Пимжу, Александр приказал всем немцам разуться и далее идти босиком, дабы избарские жители, изрядно запомнившие зверства божьих ретарий 140 хотя бы немного смягчались сердцами своими, видя врага в босом и жалком виде. И ни у кого не было жалости к проклятым пленникам. Да к тому же, ведь и не по снегу же им приходилось чапать, а всего лишь грязь месить ножищами своими, хоть и холодную. А ничего, терпите, дудыши. Были бы вы званые гости, мы б вам лучшую обувку сами отдали, а не званых, да еще таких лютых, босиком, босиком. Но все же их, стервятников мерзких, без куска хлеба не оставляли, кормили чем Бог послал, заставили великий пост по-русски допаститься, со всякими народными постными изобретениями, коими славит вся Русь наша святая. Ничего им полезно, а то ведь они там у себя в Дудишландии не только рыбу, но и птичье мясо во время строгих постов дозволять стали, христиане попежные. Так, сытые, но босые, они пешочком в Изборск входили. В Изборске не удалось всех уберечь, троих местные жители тайком выкрали и казнили. И трудно было осуждать изборчан за такое недоброе дело, ведь как припомнишь, что немцы в Изборске вытворяли, волосы дыбом становятся. А мне, как вспомню Мишку, вил Юрито камень. Нет, я про то, как он немца не мог зарезать. Помнишь, Елисей, ты рассказывал, еще б не помнить, вздохнул Рябка. Сопровождая победную рать Александра, Владимир Гуща продолжал ухаживать за выздоравливающим княжем отроком Саввой, раненым в Мостовской битве. Савву везли в отдельной повозке вместе с племянником Гущи Ратмишей, коего Савва выпросил себе в усыновление. Гуща бы, глядишь, и не согласился отдать Савве сиротинушку, вся семья которого была истреблена немцами в Изборске. Но Ратмиша сам принялся умолять родного дядю отдать его в сыны к оруженосцу князя Александра, и Гуща согласился. Ведь это же и честь большая, быть в сыновьях у такого нарочитого витязя. Глядишь, Господь особо вознаградит ребенка за столь страшные горести, перенесенные им в малолетстве. В Изборске же, в ночь перед Великой Субботою, Ратмишу застукали плачущим надпленным немцем. Он сидел и рыдал, приставив к горлу ретаря острый нож и не умеючи этим ножом воспользоваться. Ретарь сей именем Иоганн Марк фон Балдон был, между прочим, одним из высокопоставленных членов Ордена. Таких, как он, всего семеро попало в плен, и это тоже было немало, учитывая, что, как говорил бывший немец Ратша, всех именных ретарей в Ордене состояло не более ста, и они у них почитались как избранные воеводы. И вот сей Балдон сидел связанный и хмурый на полу, а мальчонка-сирота и сцарапал ему все горла острее им кинжала, но воткнуть орудие в глотку врагу и убить его так и не мог бедолага и рыдал от своего детского бессилия. Не мог он убить человека и тем самым, слава Богу, не взял греха на легкую свою весеннюю душу. После этого Савва его, дурачка, самого стал к себе привязывать на ночь, дабы ничего подобного не повторилось. Слабо не гребли, приказал Юрито к гребцу Николе и тот послушно остановил весла, вытащил их из воды и бережно положил по бортам лодки. Замедляя ход, суденышко плавно рассекало чистейшую озерную воду, сквозь которую зоркий глаз Юрито различал дно. Увидел? Спросил Елисей. Кажись, медведь, ты дочку-то 141 под гребком назад суток подкинь. Никола взял маленькое весельце и тихонько стал разворачивать лодку, возвращать ее. Тут воскликнул Юрито, разом скинул с себя рубаху и, оставшись в чем мать родила, перекрестился. Благослови, Господи! Он бросился в воду и быстро стал набирать глубину умелыми и сильными норками. Глубоко внизу он отчетливо различал железную птицу, выпитившую вперед свою грудь, и, донырнув до нее, он схватил ее за голову. Это был только шлем. Ничего более. Замерев на дне, ныряльщик внимательно огляделся по сторонам, никаких тел и предметов не было видно. Как-то так получилось, что этот шлем не подняли, упустили из виду. Извлекать тела немцев и закованные в броню туши лошадей стали уже в последних числах апреля, сразу после Светлой Седмицы. Сперва, где помельче, густо намазавшись жиром, Юрита прыгал в воду с крепкой веревкой, на дне успевал приподнять мертвеца и просунуть ужище ему под спину. Затем вылезал, продыхивался и во время второго нырка завязывал верви двойным узлом на немцы поперек туловища. После этого тело поднимали на лодку и везли на берег, где с утопленника снимали все доспехи и одежды. Эта дорога, стоящая добро, поступала в распоряжение сельской общины, а мертвеца заворачивали в камышовые или ситничные рогожи, дабы в таком легком травяном гробу придать тело земле. По мере того, как вода в озере становилась теплее, день ото дня вытаскивали все большие балыпи немцев, потонувших в решающий миг ледового побоища. В иной день до 20 трупов извлекали. Некоторые бывали одеты в весьма дорогие доспехи, а бывали и совсем бедные, в тонких кольчужках, особенно чуханта, коих тоже немало провалилось тогда под лед. Да что там немало, почитай на каждого немчина один чухняй приходился. По изначальному уговору нырялщики получали доспех с каждого 20-го извлеченного утопленника. Таковых нырялщиков в Узмине нашлось пятеро, но только Юрита камень оказался недосягаемо непревзойденным, целых 9 доспехов досталось ему в награду. Остальные нырялщики, кто четыре, кто три, а кто и вовсе по два доспеха себе стяжали. К середине мая все меньше и меньшее добыча оставило дно Чудского озера узминцам и жителям Кобыльево-Гатюдища, которые тоже приплывали сюда на поживу. И даже из Островца бывали тут лодочки, только что из Колпина да из Вороньева не приплывали, далековато. Чувствуя начало нехватки воздуха в легких, Юрита оттолкнулся от дна и быстро пошел вверх, неся над собой шлем. Вынырнув, бросил его в лодку, сам ловко и быстро схватился за борт и впрыгнул в суденышко. Это все? Удивленно спросил медведь. Все. Ницева боли нет там. За три дни покачал головой Елисей. Видать, концелес немцы, улыбнулся ныряльщик, глядя, как весело сверкают на солнце золотые капли воды, бегущие у него с волос и с носа. Все равно, еще покатаемся, сказал медведь, ибо недавно решено было, что если кто впредь поднимет что-либо со дна озера, то добро ему и достанется. Да поцему бы не покататься, погода добрая, согласился Елисей Рябка, вертя в руках и рассматривая красивый немецкий шлем, украшенный горделивым орлом. Выпитив вперед грудь, птица отвела назад крылья, будто готовясь совершить решающий бросок на добычу. Плывем. Махнул рукой Юрито, радуясь, что нет больше на дне страшных раздутых утопленников, которых ему надо обвязывать веревкой, чтобы поднять со дна озера синих, изъеденных рыбами и раками. Лодка, понуждаемая веслами, устремилась по воде дальше. Шлем с немецким орлом, брошенный на дно лодки, сверкал на солнце, которое сегодня обещалось быть жарким. Долго плыли в полном молчании, покуда Елисей вдруг не хлопнул себе ладонью по коленке. Что такое? Тотчас полюбопытствовал Юрито. Братцы, а ведь, тоцна, да говори же, братцы, солнец наиспаста, он ведь, когда за мир это цел, сказывали, а позапрошлое воскресенье, в неделю святых отец, 18 мая. Правильно, а ведь мы тогда как раз и последний гон немца со дна подняли. Верно, после того дня ни одного дудыша больше не извлекли. Ишь ты, а ведь и впрямь. Глянь-ка, знамение, так и того мало. Ась, двась, сегодня-то какой день? 30 мая, день на рождение нашего князя-избавителя, Александра Ярославича, а кого же еще? Вот нам и подарок от него, сия птица, не дешевый шелом. Храни тебя Бог, Александр. Все трое перекрестились и невольно взглянули на небо. Там, расправив крылья, величественно плыл орел. Комментарии. Один в старину Плещееве озеро называлась Клещина. Два Александр Невский родился 30 мая, 12 июня по новому стилю, 6728 года от сотворения мира, 1220 года от Рождества Христова. Три огорянами на Руси называли арабов и турок, а затем и монголов. Четыре каэли воен мягкий знак, Т, Е, Колобель, исконное русское название Таллина. Датчане называли Калавань-Лин-Даниси, Т, Е, датский город. Потом они же дали иное наименование, Ревель, просуществовавшее с 13 века до 1917 года, когда большевики переименовали город в Таллин. Слово Таллин, производное от древнеэстонского Тенни-Лины, Т, Е, датский городок. Пять, Сумейская земля, Сумием, Финляндия. Шесть районы Новгорода назывались концами, Неревский конец, Славянский конец, Людин конец и Т, Д. Семь одна тысяча двести тридцать семь год от Рождества Христова. Восемь исполать, древнерусское приветствие, от греч. Эйсполлоэти, многое лето. Девять в Древней Руси Север называли полночь, полуночь, а юг, полдень, полудень. Десять окраины княжеств так и назывались Украины. Одиннадцать отроками назывались личные слуги и оруженосцы князя. Двенадцать Славянская, Новгородская земля, Залесская, Ростовская земля, Нижняя, Понизовье, Суздальская земля и Поволжье, Русская, Киевская Русь. Гордарикой немцы и шведы называли всю Русь той поры. Брашно, яство, пища. Пятнадцать Павлока, покрывало, чехол. Шестнадцать КМЕТ, мягкий знак, богатырь, витязь. Семнадцать Епитрахиль, часть облачения священника, длинная полоса ткани, надеваемая через шею и спускающаяся донизу. При отпущении грехов возлагается на голову кающегося. Братаничи, родные братья и братаны, двоюродные братья. Стерли, дядьки по отцу. Ирмос, первый стих каждой песни канона. Двадцать Кандила, церковный светильник. Двадцать Один Кадила, церковный сосуд, курильница на цапочках, внутри которой на жаровницу кладут ладан. Двадцать Два Теплота, Теплая запивка после причастия, кипяченая вода с красным вином. Двадцать Три Паэр Дуэс, всякий крупный зверец семейства кошачьих, чаще всего на Руси так называли самца-рыси. Поприще, старинная русская мера длины, равная двадцати верстам, или, по-современному, примерно тридцати километрам. Двадцать Паэр Римлянами называли всех католиков. Мастеры, военачальники, М.Е.А.С.Т.И.Г. Шептала, сушеные абрикосы или персики. Двадцать Семь Кошница, корзина из кожи. Двадцать Восемь Фересь, старинная русская одежда с длинными рукавами, без воротника и перехвата. Двадцать Девять Алконост, сказочная райская птица с человеческим ликом. Стеркови, аисты, стерхи. Ксайен Фаен, река в Лике, горной области Малой Азии. Тридцать Два Исмарагт, древнерусское название изумруда. Тридцать Три Малахитовый Сундучок Хлопуша, небольшая плетка. Тридцать Пять Аль-Тапаэс от арабского Аль-Дебадж, самая дорогая ткань с серебряными или золотыми узорами, ее привозили из арабских стран. Рефить Клетки Тридцать Семь Эр-Яса Решетка Тридцать Восемь Вскиску Сплошь Тридцать Девять Трапеза Престол в алтаре Угарьские земли Венгрия Угры Венгры Аллатырское море Балтийское От слова Аллатырь Так в старину на Руси называли Янтарь 42 всех европейцев на Руси называли либо немцами, либо римлянами, либо латинами или латинами Свей Шведы Чуть Чухна Чухня Чухонцы Так на Руси называли предков народа, который теперь известен нам как эстонцы И ДЕРПТ Юрьев С 1030 По 1224 Дорбете Впоследствии Дерпт С 1224 По 1893 В 1893 году Александр III вернул городу русское название Юрьев по христианскому имени основателя этого города Ярослава Мудрого, а с 1919 года и по сей день он незаконно называется Тарту. 41 Амавша Русская река, впадающая с запада в Чудское озеро. Немцы называли ее Эмбах. Теперь, оказавшись в Эстонии, она называется труднопроизносимым словом Эмаги. Шалепуга Дубина Палица ТСМА Лента Лефант Древнерусское наименование Слона МКР Зено Плащ Мантия 51 Экс Завые сапоги То же самое, что Сафьяновые. Сафьян появился на Руси позже, до него подобной выделки кословая кожа называлась хоз. Кипчики Кочевые племена на севере Средней Азии. Кипчакские кони Ахалтикинские Одна из древнейших и лучших пород лошадей. МРАМЕ Ромейцы Византийцы Византия была традиционным поставщиком лошадей на Русь. МФР Мягкий знак В 13 веке слово не менее распространенное, чем конь. Камчатные Искамки Дорога китайской шелковой ткани с разводами. Г1 ФЕЛН Мягкий знак Верхняя риза священника. ЕМИ Когти ловчей птицы ЕМИ Добыча ловчей птицы Пятья Венгрия также являлась одним из основных поставщиков лошадей на Русь. 59 Имя Юрий Вплоть до 16 века на Руси имела такой вид. Юрги ММ ЕТ Мягкий знак Ю Голопом 61 Три Рыбка Колобелька Килимные ползти Ковры Дорогие ковровые скатерти МП ЕН Язы Деньги Аскелоп Искулап Галин Галин Амир Гомер На прочтение молитвы Отче наш уходит около 20 секунд. Прочтение символа веры, верую, требует немногим более одной минуты. 68 Срезка Остроконечная стрела Тамарка Тупоконечная стрела для битья пушного зверька, дабы не испортить ему шкурку. 70 Китаврас Кентавр Шнека Боевое скандинавское судно Левант Во времена Средневековья общее обозначение Ближнего Востока Холенгард Западноевропейское наименование Новгорода 74 Схизматическая ересь Так в Европе называли нашу истинную русскую православную веру христианскую. Финмарка Финляндия Ватландия Ингерманландия И Лапландия Не путать с Лапландией Водь и Жора и Лопь Области к югу от Невы, принадлежавшие Новгороду Чурка Шведская кирха 78 Ярель Швеция Герцог 79 Невское озеро Озеро Нева Так тогда называлось Ладожское озеро 80 Зарянами в древности на Руси называли Коми и Пермиков 81 Акарит Пограничник 82 Ацет Уксус 83 Подец Шпоры Взбоднуть коня Пришпорить 84 Пернач Тяжелая и длинная дубина, иногда цельнометаллическая, со звездщатыми зубцами наверху 85 Крапила Боевой цепь, у которого в качестве верхней госвина может служить булава, палец и даже молот Фортмир Вортмир Далее Вперед 87 Перек Ей не штуки Брекин и стук Уплатите 1 гривну Древненемецкий Берлюдники Торговцы привозным немецким пивом от древненемецкого Берлуден 89 В самом начале третьего крестового похода один из его главных участников Фридрих Барбаросса погиб самым нелепым образом, утонул в тяжелом доспехе, свалившись с коня в неглубокую речку Селефу 90 Энхерии В германо-скандинавской мифологии духи павших воинов 91 Волгалла Небесное жилище павших воинов 92 Вильбут Верблюд 93 Цитата из МФ 19 24 94 Чей-Эли Форма союза или, весьма распространенная в Древней Руси 93 КМПН Церковный колокол Плесковское озеро, так в старину называли Азеро-Псковское, да и сам город Псков часто именовался Плесков или Плесков 97 Терпентин, Скипидар, Синель, Черника, Стрекава, Крапива, Баркон, Морковь, Псковск Плескау или Плескове, так Псков называли немцы Развивая свою политику расширения жизненного пространства для германской нации, столь знакомую нам по событиям 1941-1945 годов Они дали свои наименования всем без исключения географическим понятиям Руси, которая должна была со временем принадлежать немецкому народу Имбах Немецкое наименование реки Амавжи ПЕ и краткое ПУС Немецкое название Псково-Чудского озера Эстонцы называют его Пиксиерф 101 И МГЕРА И Жора 102 Черная Русь Пограничие нынешней Белоруссии и Польши с городами Гродно Слоним Волковыйский ДР Товарный знак Наугард Новгород 101 Переславу Переяславль 10 Фокт Наместник Управитель В Адландии Водь Водьская Петина Территория между реками Луга и Волхов Принадлежавшая Новгороду и заселенная вожаками Угрофинским племенем 107 ЗЕЛ Мягкий знак Немецкое название острова Сарой Ныне принадлежащего Эстонии и называющегося Сарима Архипелаг Манзунд в раннем Средневековье был освоен русскими мореплавателями и населен славянами Второй по величине остров Дагон теперь называется по-эстонски Хьюма Город Оренсбург, ныне Кингисепп, по-видимому, был построен Тевтонским орденом, покорившим острова в 12 веке Одинпе Найрова, немецкое название старинного русского города Ругадива Рутадев известен в русских летописях с 1171 года В настоящее время он также принадлежит Эстонии и носит название Нарва Странно, почему не Нарва? Плоскоу, Полоцк Браслоу, Браслов Шмолингс, Смоленск 112 ФЕ Лилиен, теперь городок Вильянде в Эстонии Оденпе, ныне селение Атипя в Эстонии А в древности, русская крепость Медвежья голова Дудешенланд, Германия Общее название германских племен появилось в раннем средневекове как Тачин В 12-16 веках немцы уже называли себя Дудешен, а Германию – Дудешенланд Постепенно это трансформировалось в уже известные нам Дойчин и Дойчлин 115 хронист зарифмовал название русского селения Мост с немецким словом Мост – молодое вино Сарацимский Дерхам, старинная арабская монета Дерхем, весьма распространенная в те времена на Руси Считается, что в 13 веке русских монет вхождение было гораздо меньше, чем римских, византийских и арабских Зальтинг – по-немецки золотник, древнерусская монета, равная у 46 частей гривны 118 в те времена Вороний камень находился на острове Городец, со временем остров опустился, и в итоге образовалось два острова – Городец и Вороний Второй представляет собой вершину Вороньего камня, ушедшего на три четверти под воду 119 так называемый орден меченосцев на самом деле официально назывался Фрейтерзмилишей Кристи – Братство Воинства Христова Меченосцами их называли условно в связи с изображенным на их плащах мечом, пересекающимся с крестом 120 Шему Д – мягкий знак, литовское племя жамайтов, зимгалы, латышское племя, саули, гоцксоил, солнце, старинный город, ныне, шаулий в Литве 121 нынешние острова Азалиц и станок в то время составляли единый остров Азалицу, отделенный от острова Городец проливом Сиговица Сарацимское пшено, рис, шептала, сушеные абрикосы, провесной виноград, изюм, ашастаные проса, пшено 123 канайразе, вепрь, кабан, церковнославянское, домкирхе, немецкое название Домского собора в Риге, заложенного в 1211 году 125 покляп, покляпый, нескладный, кривой, нелепый 126 мы скачем и скачем и поем, нем 127 зовем и зовем смерть, нем 128 натиск, натиск, сила и натиск, рата плам, дон, деридон, нем 129 тен йота, ловчая сети 13 тулумбас, тяжелый военный бубен, по которому били во шагами, плетками с шариками на концах Кандак, церковное песнопение, содержащее в себе краткое описание жизни святого или смысла и истории простника Коллеги, легкая обувь, летом и вовсе состоявшая из одной подметки и тонкого ремешка Ша я не воин, я шпильман, нем 131 да, шпильман, я, немецкий шпильман, нем 110 я не не воин, я шпильман, знаменитый немецкий шпильман, я не воин, не воин, нем 1 як хажение игумена Даниила, первое русское полноценное литературное свидетельство очевидца о сошествии благодатного огня в храме воскресения Христова в Иерусалиме Написанное в начале 12 века, оно было чрезвычайно популярно в домонгольской Руси да и впоследствии не утратило читательского интереса В старину время исчислялось от рассвета, в конце апреля и в начале мая святает в 6 а, стало быть, 8 часов дня соответствует, по нашим нынешним понятиям, 2 часам по полудни Будучи сам очевидцем, могу свидетельствовать, что в великую субботу 21 апреля, 4 мая, 2002 года сошествия благодатного огня в храме воскресения Христова в Иерусалиме произошло в 15.07 по московскому времени, что соответствует 14.07 по времени иерусалимскому Ирой, герой, древнерусская, гац-ритер, божьи рыцари, так горделиво называли себя рыцари Тевтонского ордена Дочка, лодка, Псковск Содержание Невская битва Энциклопедическая Статья 5 А. Сигинь Солнце и земли русской Исторический роман 7. Комментарии 502 Литературно-художественное издание Александр Юрьевич Сигинь Солнце и земли русской Исторический роман Ведущий редактор А. В. Варламов Художественный редактор О. Н. Адаскина Технический редактор Е. П. Кудейрова Корректор Е. Н. Макина Компьютерная верстка Е. Л. Бондаревой Компьютерный дизайн Ю. А. Хаджи О. Издательство ЭКТ-170-2002 Россия, Г. Тверь П. Р. Т. Чайковского Д. 2732 О. Издательство Астриль 129085 Москва, проезд Альминского За О. Хранитель 129085 Москва, проезд Альминского За С. Т. Р. 3 Наши электронные адреса В. 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 Э. Т. Р. Э. Т. П. Бахару Издано при участии О. Харвест Лицензия 02330-0056 935-30-00404 Р. Беларусь 220-013 Минск Улл Кульман Д. 1 Корп. 3 Э. Т. 4 К. 42 Открытое акционерное общество Полиграфкомбинат Я. Колоса Р. Беларусь 220-600 Минск Улл Красные 23 Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Рой Ли Бру H. Т. Т. П. Рой Ли Бру Оставить отзыв о книге H. Т. Т. П. Рой Ли Бру Каминт Сегенел Экзендер Невская битва H. Т. М. Л. Все книги автора H. Т. Т. П. Рой Ли Бру О. С. Р. Сегенел Экзендер H. Т. М. Л.